Здравствуйте, дорогие друзья! Представлюсь для новеньких. Меня зовут Джайя. Я профессиональный ведический астролог. 30 лет изучаю все направления ведических знаний, то бишь тантра, йогу, веды и в частности Джотиша Шастра. Джотиша Шастра – это ведическая астрология. И также ее я изучаю уже 30-й год и уже 24-й год являюсь профессиональным консультантом. То есть начала я консультировать еще даже когда не было интернета в 2000 году. Клиенты приходили домой, но сейчас все практически онлайн. Домой на консультацию никто не приходит, но может быть это и хорошо. Сохраняется время, потому что пока дорога, пока человек доедет, тем более если люди из других городов, стран, они не могут доехать, приехать. Поэтому онлайн, скайп, провели консультацию, и все хорошо. И вот сегодня я обещалась подготовить вам видео с гороскопом Мэрилин Монро. Но вот я подготовила гороскоп наконец-то и нашла время для этого. Гороскопа покажу вам два. Тот, который знают все астрологи, скажем так, которые пытались строить гороскоп, я вам покажу настоящий гороскоп Мэрилин Монро. Настоящий я имею в виду тот гороскоп, который построен в традиционной ведической астрологии. То есть за построение этого гороскопа, естественно, я брала те координаты, и планеты, и ту систему, и систему координат местности, которые описаны в древнейшем трактате по ведической астрологии. Сразу скажу, что есть неправильный гороскоп, который смотрят все, строят все в обычных компьютерных программах, которые бесплатно онлайн у нас сейчас гуляют по интернету. Но, к сожалению, эти программы, во-первых, с большими ошибками, и, во-вторых, они не строят гороскопы в той самой правильной, древнейшей системе по астрологии. Поэтому, дорогие друзья, кто когда-либо пытался сам строить гороскопы или ходил на консультацию к каким-либо астрологам, хочу вас немного огорчить. То есть, ваши гороскопы неправильные. Ну и трактовки тоже. Потому что сейчас, естественно, очень много астрологов-дилетантов, которые думают, что астрология – это просто набор каких-то личностных характеристик. Ну, по типу, «Ой, вы весы, вы любите все взвешивать и колебаться. Ой, вы лев, вы эгоист, да, или там, ну, вы дева, ну, педантичная, меркантильная, да, там, а вот». Ну и все в таком духе. А, ты овен, ну, ты упертый баран. Девчата, дорогие зрители, это не астрология. Это далеко не вся астрология. То есть, это просто даже не нулевой уровень. Понимаете? Чтобы быть чистокровным по тельцам, допустим, надо, чтобы все девять грах, то бишь планет, находились в знаке тельца. Но такое бывает крайне редко, практически никогда. Понимаете, есть положение Солнца в знаке, и человек говорит, я телец. А есть его гороскоп, то бишь, да, определенная, как бы, вот, карта, да, гороскоп. И в этом гороскопе участвуют все знаки зодиака и минимум девять самых главных грах, то бишь планет. Ну, граха – это на санскрите. Вообще, ведическая астрология, она дана на санскрите, и в идеале об этой астрологии, да, надо также говорить на санскрите и теми терминами, которыми она и записана. Но люди привыкли больше к латинским названиям, там, Марс, Сатурн, гороскоп, Луна, Солнце. То для большего понимания, да, чтобы люди, те, которые хотя бы чуть-чуть где-то что-то читали, и хотя бы им знакомы вот эти латинские термины, я буду латинскими терминами говорить. Ну, иногда на санскрите, допустим. Ну, и сразу же, естественно, переводить, чтобы было понятно. Вот, кстати, гороскоп с латинского переводится как зоопарк. Ну, это далеко не так. А вот нет никакого зоопарка. Есть созвездия, по которым, да, по орбите движутся планеты, то бишь грахи. Вот, и идёт определённая, да, как бы, и в этом всём есть определённая информация. И какая информация? Информация о карме человека. Потому что человек рождается в тот момент, когда звёзды, планеты, да, всё стоит так, как записана уже его карма. То есть вот человек жил, умер. И вот он умер в определённый момент с определённым багажом кармы. Эта карма записана в виде санскр в нашем сознании. И чтобы потом эту карму прочитать, человек рождается тогда, когда на небе выстроится определённая комбинация, да, из этих всех светил, грах, созвездий, которые будут чётко описывать его, эту карму. Потому что гороскоп, ведическая астрология, она дана Богом. И это наука о карме всех живых существ, явлений и событий. Понимаете, это не какая-то игрушка для развлечения, или там, ну, верю-не верю, там, или там, лженаука, как сейчас пытаются утверждать. Так пытаются утверждать как раз такие учёные, которые не изучали эти знания. Почему? Потому что много дилетантов. Дилетант что-то говорит, предсказание даёт, оно не сбывается, и все, естественно, автоматически думают, что это лженаука. Нет, лжец как раз-таки дилетант, потому что эти знания дал Бог, а Бог не лжёт. И, как я уже сказала, астрология — это наука о карме, а автором закона кармы, по которому всё во Вселенной реализуется, делается, да, плоды человек получает от своих действий, автором этого закона является верховная личность Бога. Поэтому Бог, он не врёт. А вот дилетанты, они врут. Ну, кто-то врёт, ну, как глупец, да, то есть у него не хватает знаний, он там мало что видит, желаемое пытается выдать за действительное, ну, поэтому вот глупец. А есть подлецы, которые берут астрологическую информацию, пытаются как-то её там предоставить, красиво упаковать и продать в своём инфобизнесе. Понимаете, да? А вот сейчас же Кали-Юга, вот, и в Багавишья-Пуранах, в трактатах о будущем Земли, там сказано, что в Кали-Югу 75% людей в своих профессиях будут дилетанты. Поэтому мы можем видеть дилетантов-докторов, которые даже сами себе помочь не могут. Вот, ну, продавцы-бизнесмены, это вообще отдельная категория. У них даже уже поговорки свои кали-южные есть. Типа, если не на, то не и получишь, да, не проживёшь. Без лоха и жизнь плоха. Ну, то есть вот эти кали-южные поговорки тоже. Ну, понимаете, да? Вот, поэтому, если гороскоп построен правильно, и если ваш гороскоп читает, да, на консультации астролог компетентный, который знает, как правильно считать гороскоп, и вообще, ну, как можно больше, глубже знает эту науку, и то вам крупно повезло. Такой астролог, это просто поводырь для вашей жизни. Такой астролог вам, во-первых, расскажет, какова на самом деле ваша судьба, без приукрас, без подлизывания, там, и так далее, и так далее. То есть он вам скажет правду, потому что настоящий астролог, он должен говорить правду, да, то есть ставить правильный диагноз и правильно его озвучивать. и, соответственно, дать вам знания, рекомендации, там, советы какие-то, да, процедуры, методики для исправления кармы в той или иной области, если вы этого хотите. Потому что если вы карму не исправляете, естественно, вы будете много страдать. Почему много страдать? Потому что, опять же, мы сейчас живем в эпоху Кали, в Кали-югу, и, опять же, в Гавище Пуране говорят, что в Кали-югу абсолютно у каждого человека на Земле минимум 75% кармы это черная карма. И это в гороскопе легко увидеть, что у нас очень много проблем. Ну и те, кто люди уже пожили достаточно долго, вы знаете, большая часть жизни – это проблемы. В семье, на работе, там, с друзьями, с детьми, с партнерами по браку и так далее, с деньгами, со здоровьем – это сплошные проблемы, которые нам надо решать, решать и решать. Но есть второй способ, да, то есть карма решается, отрабатывается двумя путями – либо путем знаний, либо путем страданий. Вот разумные люди, они ищут знания, то есть они ищут человека, да, который способен увидеть ихнюю карму, прочитать ее, сказать правду, а не наврать с три короба и, соответственно, дать рекомендации, что можно человеку, что неблагоприятно, какую процедуру в этом случае делать, какую в этом, что процедуры есть разные, есть универсальные для всех, там даже не нужно гороскоп строить. Вот, а есть процедуры, которые надо смотреть уже в гороскопе, то есть там есть указания, что человеку надо делать. То есть есть тантрические процедуры по положению, то есть special for you, только для вас, согласно вашему гороскопу. Кстати, надо сказать, уже три процедуры, тантрические, я записала видео, выложу их на свой канал Бусти, ссылочка на мой Бусти будет в инфобоксе под этим видео. Вы можете туда, на этом Бусти, зарегистрироваться, точно так же, как и на любой другой сети. Там можете зарегистрироваться, то есть перейти по моей ссылочке, там меня найти, самим зарегистрироваться, и стать моим подписчиком, либо платным, либо бесплатным. Но бесплатный, по-моему, называется как наблюдатель, то есть вы наблюдаете, если что-то уже там на моем этом канале интересное выходит, вы можете подписаться и уже там это смотреть. Там есть разные уровни подписки, есть подешевле, есть что-то подороже, в зависимости, насколько цены там видео и та информация, которую я говорю в этих видео. И так же на Бусти можно, да, то есть, ну вот как я, да, сделала три видео, и эти видео, они будут маленькие, там 10, там или сколько-то минут, в этих видео я буду давать именно вот такие методики, процедуры для разных случаев жизни. Да, то есть для родовой запишу, пока еще не записала девочки, для родовой позже запишу, какие-то. Сегодня я просто записала три тантрические процедуры, и они как раз-таки универсальные. Там гороскоп не нужен. Первую процедуру я записала, это чтобы снимать усталость с ног, давать бодрость всему телу и вообще поработать с кармой, со своими ногами, то бишь, чтобы с ногами не было проблем. То есть, девочки, если у вас есть проблемы с ногами, отекают ноги, усталость, часто устают, бодрости нету, тонуса нету, вы просто делаете эту процедуру и уже чувствуете, что усталость уходит, бодрость во всем теле и так далее. И также эта процедура, она такая, предотвращает более, да, глобальные проблемы с ногами. То есть, если вы делаете эту процедуру, у вас уходит усталость, появляется бодрость и плюс, скажем так, аннулируется карма, которая впоследствии могла бы дать вам переломы ног, вывихи, там, варикозы всякие. То есть, эта процедура для того, чтобы поработать со своими ногами, да, и тем самым, я говорю, улучшить карму, которая есть с ногами. Потому что есть, да, допустим, карма, чтобы человек ноги поломал себе или там, варикоз, чтобы был. Это, кстати, в гороскопе видно. Ну, или человек сам знает, да, что у него постоянно что-то с ногами. То он спотыкается, то он ранит как-то свои ноги, они устают или еще что-то. Вот есть такая процедура, она универсальна, для всех пригодится. Рано или поздно у нас у всех проблемы с ногами, особенно к старости. Ну, зачем ждать старости? Лучше сейчас, 10-15 минут в день делать эту процедуру, и у вас не будет усталости, будет бодрость во всем теле, и плюс вы избежите, да, проблем, которые могли бы быть в будущем с ногами. А если даже проблемы уже есть, вы также делаете процедуру, и вам будет легче. Это процедура универсальная. Вот, там гороскоп не нужен. Также я записала процедуру, когда человеку предстоят важные встречи. Допустим, деловая встреча, личная встреча. И вот если вы хотите, чтобы эта деловая встреча, личная встреча прошла более успешно, с пользой для вас, более успешно для вас, да, чтобы не было каких-то там проблем на этой встрече, там, или какого-то недопонимания, там, каких-то препятствий, трудностей. Также делается процедура. Она также универсальна для всех. Гороскоп там не нужен. Вы просто перед встречей, вот, дними-то, да, перед встречей, делаете эту процедуру, быстренько, и все, и идете навстречу. Вот. Там в видео я, естественно, рассказываю, что это за процедура, как она делается, там, какая мантра читается. Вот. И также третью, вот я записала видео, там процедура, как увидеть, выявить, увидеть, есть ли на вас черномагическое воздействие в этой реальной жизни, в этом реальном времени. Вот. Потому что сейчас время такое тяжелое, черное, да, люди прибегают к черной магии, либо словесно там как-то вас проклинают, там что-то вам вслед говорят, а это тоже энергетически черной посылки, да, либо уже конкретно что-то делают, там, лепят ваши куколки, тыкают иголками, ну, то есть, понимаете. И вот тоже я записала такое видео, как выявить, есть ли на вас в реальном времени, в реальном, в нынешней жизни, какое-либо черномагическое воздействие, проклятие, там, или там еще что-то. То есть там тоже очень легкая процедура, гороскоп для этого строить не надо, вот, поэтому вы можете заходить на бусте, и там будет написано, там процедура на выявление, там, да, воздействия черной магии на вас, в этой жизни, ну, то есть в этой жизни, в реальном времени. и там будет видно, да, чтобы посмотреть это видео, надо оплатить его, и там будет цена. Вы просто нажимаете оплатить, вам, естественно, там выскочит, да, платежная система, и вы просто оплачиваете, и вам видео открывается. Вот. вам просто видео открывается, вы его смотрите, слушаете, и записываете в свою колдовскую тетрадочку, чтобы не потерять, потому что видео я буду делать в статусе одноразовая оплата, то бишь вы его один раз оплачиваете, и это видео вам будет доступно там, ну, насколько я помню, в бусте, недели две, по-моему. А вот, то есть оно будет доступно. Потом, естественно, оно закрывается, и если вы его не запишите, и где-то потеряете, или забудете, вам придется потом опять его, да, оплачивать и смотреть. Вот. Поэтому лучше сразу купили видео, тетрадочку, записали себе эту процедуру, да, там посмотрели и все, и делаете, и решаете свои вот эти именно вопросы. Потом в будущем я буду, естественно, записывать видео и туда выкладывать с разными другими процедурами, именно такими, которые вот универсальны. У меня есть и родовые универсальные для рода процедуры, и там от маточных кровотечений, на защиту автомобиля, на защиту дома, на защиту нас самих от какой-то негативной кармы, там или вот каких-то там неблагоприятных вещей. То есть, ну, то есть, какие у меня есть, есть процедуры такие универсальные, где не нужна, скажем так, консультация. Просто вот вы заходите и смотрите там процедура на вот решение проблем с ногами. Вы такие, так, да, ноги устают, хочу, чтобы в будущем с ногами было все хорошо. Так, окей, я покупаю, да. Раз купили, там платежный ассистент, там нажали купить, да, оплатить, купить. Оплатили, все, видео вам открылось, записали себе в тетрадочку, и все, и практикуйте. Ну, там видео, я, естественно, рассказываю всем про процедуры, как ее делать, если там есть какая-то мантра, я ее правильно вам произношу, эту мантру, вот, чтобы все было понятно. Если человек видео посмотрел, и что-то непонятно, там же под видео можно написать комментарий, вы можете написать комментарий, спросить там, Джайя, а я вот тут там вот не поняла, там, да, там, я, естественно, в комментарии вам отвечу, вот, либо вам отвечу, либо оставлю свой номер ватсап, и вы мне уже напишите, вот, и также скажу, что перед каждой процедурой, ну, это вообще закон, да, когда человек работает со своей кармой и делает какие-то практики, методики, процедуры, обряды, ритуалы, перед процедурой, и после надо всегда говорить свою Готру рождение и Накшатру рождение, а вот, это можно узнать, опять же, на консультации, и у того астролога, который знает, как в гороскопе смотреть Готру человека и его Накшатру. Большинство астрологов, они не знают этого, я знаю, ну, я все-таки 30 лет изучаю Джоти Шашастру, ведической астрологии, естественно, я докопалась до этих знаний. Вот, ну что, нынешние дилетанты, они бегают там по три месяца на марафонах, терминологии какой-то нахватались, которые даже нету в ведической астрологии, а есть и в западной, вот так вот все в кучу смешало, и все, у них онлайн-заработок, понимаете, астрология, это древнейшее знание, ему миллионы лет, бог создал закон кармы и к нему дал эти знания, чтобы человек мог прочитать свою судьбу, узнать свою судьбу, пойти к специалисту, это раньше были брамины, священнослужители, и вообще эти знания могут постигать люди из сословия браминов, потому что астрология это не просто там знание какое-то или наука, это, да, это наука, и чтобы быть настоящим медическим астрологом, понимаете, ну, должен быть, во-первых, соответствующий уровень сознания, во-вторых, это образ жизни, понимаете, то есть астролог, это не просто там профессия, консультация, это образ жизни, соответствующий, понимаете, если человек не ведет этот соответствующий образ жизни, и у него уровень сознания не брамина, а там шудра, да, или кшатри, или еще хуже, там, торговец, ваишья, то эта консультация практически бесполезна, вы просто зря потратите время, деньги, и получите в итоге разочарование впоследствии, настоящих специалистов их мало, потому что браминов очень мало, добросовестных, вообще добросовестных людей мало, и тем более мало сейчас браминов, в Кали-югу, опять же, гавиши-пураны говорят, что в Кали-югу минимум 75% населения земли это шудры, это шудры, а шудры это рабочий класс, то есть это люди, которые для нас делают какой-либо сервис, то есть обслуживающий персонал, то есть это люди не интеллектуального и уж тем более не священного труда, класс вайшья это класс бизнесменов, они делают экономику государства земли, следующий класс это класс кшатриев, класс руководители, президенты, там директора всех мастей, понимаете, и самый высший класс это класс браминов, то есть это класс учителей, это класс священнослужителей и так далее, почему четыре класса существуют в природе и так создано Богом, а потому что мы все разные и у всех разный уровень сознания, этот уровень сознания, мы с ним уже рождаемся и как он приобретается? Прошлыми воплощениями, прошлыми воплощениями и невозможно родиться шудрой, бестолковым, способным только лопатой орудовать, всю жизнь работать на стройке лопатой, а потом вдруг выйти на пенсию и стать астрологом, ну это невозможно, астрологом можно, вопрос какой это будет астролог, понимаете, да, но опять же, чтобы быть хорошим астрологом, эти знания надо изучать всю жизнь, за три месяца на марафоне бесплатном, тем более, вы их не выучите, даже на платном, за год, за два, вы тоже это не выучите, это постоянная практика, это постоянное изучение, потому что карма человека очень такой, ну это такой, очень объемное, да, это, ну вообще, законы кармы и все, что связано с кармой человека, это очень все объемно, очень глубоко, там масса знаний и в ведической астрологии очень много разделов, вот допустим, раздел, который у нас говорят хиромантия, на санскрите он называется хаста-самудрика-шастра или пальма-стри, это тоже астрология, но просто она записана на руке, у нас на ладони, понимаете, лицо, это муха-самудрика-шастра, это тоже астрология, то есть это тоже наука о карме, но мы читаем карму по лицу, тело, стхула-сарира-шастра, пада-самудрика-шастра, то есть ноги смотрят, понимаете, а можно вот начертить гороскоп, там посмотреть, мемита-шастра, где даже не надо чертить гороскоп, просто человек приходит к астрологу, задает ему вопрос, астролог, Брамин, он уже смотрит, что происходит вокруг и читает знаки, вот эти мемиты по данному вопросу и сто процентов отвечает, и сто процентов сбывается, ну, если он владеет этими знаниями, понимаете, сангхи-самудрика-шастра или другими словами нумерология тоже, то есть это все джотиша-веда, то есть это все ведическая астрология и ее разные разделы и хороший ведический астролог, он должен в идеале знать все эти разделы, понимаете, ну, хотя бы один раздел знать очень хорошо, другие разделы хотя бы знать, что это тоже, астрология и хотя бы хоть, ну, и в этих разделах тоже разбираться и в течение жизни желательно и дальше там тоже изучать, понимаете, да, так что вот такие дела, так, вступление у нас длинное, ну, я просто так, чтобы и представиться и чтобы немножко разъяснить и так далее, и, девчата, как вы помните, я вам обещала подготовить Мерлин Монро, а почему ее, потому что, ну, я же пишу видео, да, иногда там девушки писали, что, ой, да ладно, что там ваша карма там, да то, да сё, да я и так уверена, у меня все будет хорошо, я молодая и красивая, у меня будет все как я хочу и что вы там это про гороскоп рассказываете и так далее, я помню, что в одном из видео я сказала, что, ну, Мерлин Монро тоже была очень красивая, очень сексапильная, очень красивая, с хорошей, классной фигуркой, причем все натуральное, да, и сисьи, и попа, и губы, все натуральное, но однако же у нее очень трагичная судьба, и она вообще не была счастлива ни в молодости, ни в юности, ни в 30 лет, и три мужа, да, беременности неудавшиеся, да, там, и потом трагическая вот эта гибель, над которой до сих пор голову ломают, там, сама она, там, передозировка, да, у нее случилось, да, плюс она, естественно, была, можно сказать, наркоманкой, ее там подсадил доктор, да, вроде бы как лечил ее от разных ее психологических проблем, но в итоге подсадил на всякие такие вот препараты, вот, плюс она выпивала очень хорошо, и в 36 лет, а это возраст созревания Шани, то бишь возраст созревания Сатурна, если говорить, да, на латинском, она просто умерла, она просто умерла, ее до сих пор признают самой сексапильной, самой, там, красивой, обаятельной, очаровательной женщиной, нынешние вот эти даже модели худые, с накачанными там жопами, этими сиськами, с этими ногтями, с этими вот этим всем, никто даже рядом не стоит возле нее, за ними так не тащатся, как за Мерлин Монро, а уже, она умерла, уже столько времени прошло, а до сих пор все на ней пиарятся, все на ней зарабатывают на этой бедной Мерлин Монро, все пиарятся, и все мужчины, даже мне она нравится, такая прикольная фигурочка, маленькая, хорошенькая попочка, талия, пухленькие губочки, вот эта улыбка такая, вот эти глазки такие, эти белые кудри, то есть, у меня ее типаж, хотя я не особо люблю блондинок вообще, хотя я сама была блондинка, мне было хорошо, вот, но вот ее типаж, даже вот такой, ну, он прикольный, то есть, она, ну, как бы, да, вот такая женственная, она и женственная, она и сексапильная такая, вот, вот в каждом, в каждой походке, в каждом жесте у нее вот это вот такое все, да, такое очарование, нежность, игривость, ну, то есть, очень, а посмотрите, какая судьба, понимаете, поэтому, когда женщина или вообще человек говорит, а у меня там все будет классно, у меня будет то, что я хочу, я просто не хочу быть с кем попало, поэтому я одна, девчата, вы одиноки, потому что кармы нету на хорошего мужика, то есть, кармы вообще нету на мужика, и тем более, на хорошего мужика нету кармы, и это в гороскопе очень легко видно, поэтому, зачем тешить себя ложными надеждами, а время-то идет, в 30, потом 35, 40, 45, 50, и все, жизнь кончилась, и вы в этой жизни ничего для своей кармы не сделали, не поработали, и на следующее воплощение вы тоже перетащите всю эту карму, раз вы ее, в этом воплощении, да, ну, как бы не разобрались с ней, плюс еще новая она работает, и потом будут жуткие разочарования, мне 50, жизнь прошла, а ничего не сложилось, мужа нет, детей нет, там несчастное, одиночество, и там 49 кошек в квартире, понимаете, а вот, поэтому не надо плавать в иллюзиях и так далее, надо уже лет в 16, скажем так, в 18, просто искать хорошего астролога, да, вот, или там, видящего человека, да, если он видит без гороскопов, да, ну, таких тоже людей, к сожалению, мало, ну, хотя бы астролога хорошего, более-менее, и пусть он вам правду скажет, просто правду скажет, во-первых, правильно построить гороскоп, чтобы, ну, во-первых, гороскоп должен быть правильный, да, потому что если человек правдивый, а астролог правдивый, но гороскоп неправильный, то он, естественно, ошибется, он будет говорить то, что к вам не принадлежит, ну, по большому счету, да, и обнадежит вас там ложными надеждами, вот, поэтому, во-первых, правдивый астролог должен быть, совестливый, настоящий, настоящий, я имею в виду, чтобы у него уровень сознания был, астролога, и жизнь соответствующая, да, и, естественно, чтобы у него были знания, как можно более глубокие, вот, и чтобы он правду вам сказал, по вашим сферам жизни, в плане работы, в плане денег, в плане личных отношений, а так сидеть и думать, позитивное вот это мышление, как вы понимаете, да, многие, я надеюсь, уже понимают, оно не работает, и сидеть думать, что, ну, я же умница и красавица, и только поэтому у меня будет все хорошо, не будет все хорошо, я тоже умница и красавица, ну, в своем стиле, да, ну, я понимаю, что для кого-то я красавица, для кого-то я уродица, но, тем не менее, многие мужчины во мне видели красавицу, и до сих пор видят, несмотря, да, что у меня уже и возраст не 30, да, вот, но однако же, я могу даже по себе сказать, у меня было мало счастья в личной жизни, очень мало, и несколько разводов, понимаете, сейчас более лучшие отношения, можно сказать, самые лучшие отношения в моей жизни, но опять же, почему, потому что я уже 8 лет подряд делаю разные всевозможные процедуры, там, ритуалы, предписанные веток для изменения кармы, понимаете, а сколько мне пришлось настрадаться, наплакаться, понимаете, и натерпеться, правду вам говорю, что всегда, те, кто смотрели раньше мои ранние видео, я всегда честно, да, рассказываю там о себе, там о своей жизни, вот и так далее, вот, поэтому, вот, для, можно сказать, этих девочек, и для других, которые до сих пор уверены, что у них будет так, как они захотят, и все вообще будет круто, только потому, что я умница, красавица, вот, я сейчас буду вам показывать гороскоп Мерлин Монро, вот, и, надеюсь, вы разубедитесь, и как-то будете реально смотреть и на себя, и вообще на свою жизнь, ну, и поймете, что такое карма, и так далее, понимаете, карме, вот, все равно, вы там умница или красавица, есть карма, она работает, она миллионами ваших воплощений, да, мы разделись в Кальюгу, чтобы отработать самый больший процент, да, минус 75 процентов негативной кармы, следующее 25 процентов, это серая карма, что такое серая карма, это начинается хорошо, заканчивается плохо, поэтому, даже не умницы, и не красавицы, выходят замуж, причем иногда даже очень удачно, и первые три года, вроде бы, отношений ничего, а потом все равно развод, понимаете, но зачастую, кстати, бывает, что, кстати, не особо умницы, красавиц, как раз таки, семейная жизнь, более-менее лучшая, а вот почему-то красоточки, да, они страдают, знаете почему, а чтоб больнее было, потому что, когда ты уродина, ты думаешь, ну да, я уродина, ну понятно, что у меня там замуж не берет, оно как-то так легче переживается, а когда ты красотка, и тебя замуж не берут, у тебя вообще истерика, типа, ну почему, ну почему, страданий больше, страданий больше, понимаете, потому что и гордыни больше насчет своей красоты. Ну и, девчата, хочу вам показать два гороскопа Мерлин Монру, я подготовила два, один, который неправильный, и который видят все, и думает, что они видят гороскоп Мерлин, и пытаются этот гороскоп притянуть за уши, к судьбе Мерлин, то есть они просто все притягивают за уши, то есть они не смотрят гороскоп, они не учитывают те знания там и так далее, они просто пытаются притянуть, да, поэтому я вам покажу два гороскопа, тот, который строят все, и он неправильный, и я вам покажу правильный гороскоп. Вот, ну давайте приступим, да, потихонечку, мы прям не будем все-все-все рассматривать, да, просто я покажу гороскоп и какие-то такие моменты, особенно те, да, которые показывают, что она будет несчастна в личной жизни, вот, и, соответственно, по поводу там смерти, опять же, зависимости ее и так далее. И для начала я вам покажу неправильный гороскоп, вот он так выглядит, я начертила его, естественно, в ведической системе, в южно-индийском стиле, как он сейчас называется, вот, и, но планеты обозначила обычными значками латин, ну, скажем так, как сейчас многие чертят, преподают в разных астрологических школах. Ну, и я, надо сказать, тоже начинала изучать систему в западной, то у нас в академии тоже, Сатурн мы писали вот так, Луну мы вот обозначали вот так, вы поняли, да, вот Мангал мы вот писали так, поэтому я так привыкла, то есть система южно-индийская, ну, я могу и буквами писать, там, да, ну, Чандра, да, то есть как она пишется, допустим, ну, а могу так писать, ну, так мне проще, ну, я думаю, чтобы другим людям тоже было понятно. Вот это неправильный гороскоп. В неправильном гороскопе, девчата, Мерлин Монро ставит асцендент или Лагна, на санскрите в ведической традиции ставит в знак рака. В знак рак. Это неправильный асцендент на самом деле. Вот, потому что этот асцендент, он получается, когда строится гороскоп по эклиптике. А это неправильно. Это неправильно. Нужно координаты брать не эклиптики, а совершенно другого. Понимаете? А все программы практически компьютерные, там у всех стоит эклиптика. Понимаете? А это неправильно. И вот если берут эклиптику, получается знак рака в асценденте. Ну, а теперь вопрос. Знак рака вот кто изучал? Он какой знак? Что он больше всего любит? Ну, что вообще какая карма людей, у которых проявлен знак рака? Ну, для тех, кто не знает, скажу. Это очень семейные люди, заточенные на семейные традиции, очень душевные люди, очень боязливые, трусливые могут быть. У них они так побаиваются, им очень важно душевный контакт, поговорить душа в душу и так далее. то есть они нацелены на семью, на традиционные ценности, на семейный уют, скажем так, понимаете? Вот, соответственно, вопрос. Мерлин Монро, она была заточена на семью? Она стала домохозяйкой, там, верной женой своему мужу, чтобы нарожать там кучу детей, тем более в то время, когда это был, когда она родилась, да, это был 26-й год, и даже в молодости, там, да, это были 46-й год в Америке, да, в то время традиции были такие в Америке, то есть, ну, семейные достаточно традиции, они там пропагандировали семью, там, детей и так далее. И на то время Мерлин Монро, она шла абсолютно в разрез с этой пропагандой Америки, понимаете, вот, и потом по жизни у нее разводы-то были, почему, потому что мужья ее очень ревновали, да, просили ее быть дома, быть женой, но она вообще этого не хотела, она шла и хотела быть публичной персоной, сниматься там, в театре, в кино, фотографии, вот эти разные там фото в обнаженном виде, то есть ее, как заметили, сделали ее фото в обнаженном виде, ну и, как говорится, пошло-поехало, то есть, понимаете, ну, раки, во-первых, они очень домашние и очень заточены на традиционные какие-то ценности, это, во-первых, во-вторых, люди, раки, скажем так, у которых рак проявлен, они по своей природе, скажем так, боязливы, трусливы, они боятся обнажить свои даже чувства иногда, они даже чувства, эмоции свои не перед каждым обнажать, не будут обнажать, не говоря, чтобы обнажать тело, понимаете, ну, женщине вообще обнажать свое тело, да, это стрёмно вообще, ну, если женщина нормальная, а тут обнажаться, да, причем в такое время, где пропагандируется семья, дети и так далее, почему раки боятся, да, и вообще раки боятся своей жизни, то есть им нужна вот стабильность, им нужен дом, да, потому что в Кала Пуруша Чакре знак рака, это же четвертый знак, да, то есть им нужна вот эта защищенность эмоциональная, защищенность, стабильность, надежность, домик, вот крыши над головой, вот для знака рака, да, люди, если у них лагна, или там сурья стоит, солнце, или чандра, это очень-очень важно, очень важно, то есть они, то есть они, это домашние люди, они большую часть времени хотят быть дома, понимаете, то есть для них выйти на улицу, то есть, да, вот это уже такой мини-стресс, а почему, потому что в знаке рака у нас какая планета падает здесь, заходит в нича, скажем так, положение падения, мангл, мангл, планета храбрости, храбрости, там, воинственности, когда человек ничего не боится, да, в знаке рака он имеет место своего падения, понимаете, а вот, но гуру, Юпитер, в знаке рака, он в экзальтации, ну, как мы знаем, Мерлин абсолютно, да, не интересовалась какими-либо знаниями, там, постигнуть себя, весь мир, плюс знак рака, это браманический, кстати, надо сказать, знак, ну, добра мина, ей далеко, она чистой воды, шудра, шудра, это люди, вот, певцы, актеры, художники, то есть люди, которые развлекают человечество, это люди из сословия шудр, и вот, шудры, шудры любят плохую пищу, мясо, рыба, яйца, они не против погулять, покуролесить, наркотики, алкоголь, и обнажить свое тело, показывать свою жопу, скажем так, им вообще не проблема, ну, сознание практически как, ну, не то, чтобы как у животного, но оно такое, знаете, то есть, ну, они не особо, то есть они, шудры, они могут пойти на все, лишь бы, вот, там, получить популярность, известность, там, деньги, ну, то есть, понимаете, да, и вы можете видеть, что в Кали-Югу нынешние, скажем так, наши певцы, актеры, это далеко не особо благонравные и такие целомудренные люди, они за роль пойдут сексоваться, с кем подряд, выпивать, наркоманить, дебоширить, ну, сами знаете, и самое главное, что в Кали-Югу, да, а это время шудр, эти люди считаются звездами, звездами, ну, какая же ты звезда, если ты там вся погрязла в пороке просто, понимаете, ну, так или иначе, я же обещала гороскоп показать, да, чтобы, вот, а знак рака, это все-таки более, ну, это броманический знак, вот, гуру экзальтируют, Юпитер экзальтируют, поэтому такие люди, они ищут знаний, они уже могут с детства быть как мудрецы, они ищут знания в течение жизни, они изучают и так далее, ну, и, как правило, естественно, стремятся к профессиям, где нужны вот какие-то знания и так далее, вот, они могут быть психологами, там, ну, тоже знания нужны, хотя психологии всего 200 лет, раньше психологии не было, вот, ну, тем не менее, то есть, там же все равно хоть какие-то знания, да, чтобы поутешать, сопли побытерять, душа в душу поговорить, вот это Чандра, но, вы сами понимаете, ну, Чандра, вы сами понимаете, что даже Лагна при этом гороскопе, она уже, Мерлин, не подходит, то есть, она любила популярность, она любила быть звездой, да, чтобы снимать вот эти аплодисменты и так далее, она не хотела сидеть, вот, Раки, они очень любят сидеть дома, очень, то есть, их вытащить из дома, это просто, надо еще потрудиться, она не любила сидеть дома, да, она хотела строить, якобы, вот эту свою крутую карьеру, Шудрянскую, да, имея мужей, все равно сниматься в сомнительных фильмах, да, там, обнаженной, полуобнаженной и так далее, то есть, да, она не боялась этого, она не боялась публики, она не боялась мужиков, то есть, очень фривольно себя чувствовала, поэтому уже асцендент не подходит, как вы можете видеть, вот, вот, что дальше мы можем, в четвертом доме, да, мы сейчас смотрим гороскоп от Лагны, то есть, это первый дом, второй, третий, четвертый, в четвертом доме у нас попадает, это в неправильном гороскопе, да, в четвертый дом у нас попадает Шани, то бишь Сатурн, он здесь вакро, все дилетанты, даже в ведической астрологии говорят, что это Шани ретроградный, в ведической астрологии нету понятия ретроградность, в ведической астрологии есть понятие вакро, и вакро санскрита переводится как кривой, ретроградность, это пришло из, это латинское название, это пришло из, скажем так, западной, если так можно выразиться, астрологии, ну на самом деле астрология она одна, понятия одни, просто опять же повторюсь, сейчас Калиюга, много дилетантов, ну и т.д. и т.п. и в ее гороскопе, в неправильном Шани попадает знак весов, Тула на санскрите, и он здесь вакро, и в этом гороскопе Шани в весах, Шани в весах это его место экзальтации, то есть он очень силен, и соответственно дает легкую жизнь человеку, но относительно легкую, Шани вообще куратор всей кармы человека, и вот Жоти Шашастра говорит, что просто надо посмотреть на то, как чувствует себя Шани в гороскопе, если он чувствует себя очень хорошо, жизнь человека будет, ну относительно легкой, насколько это возможно в Калиюгу, у человека будет всегда работа, вот, ну то есть жизнь будет достаточно легкой, а если он еще благополучно как-то где-то в хорошем доме расположен, вообще хорошо, человек даже может быть директором завода, иметь много земли, недвижимости, и у него даже будут слуги, я знаю одну девушку, она моя клиентка, она сейчас живет в Индии, вот она вышла за парня, у которого Шани хорошо расположен в четвертом доме, а это делает Шаши-йогу, Шаши-махапуруша-йогу, это уже дает свои бонусы, и у него есть действительно хороший дом, и гестхаус, и всегда работы много, несмотря что это Индия, и там конкуренция большая, да, вот, и у нее в гороскопе Шани тоже благоприятно расположен, и в благоприятном доме, он расположен так, и это положение у нее говорит о том, что у нее будут слуги, и что вы думаете, она вышла за него замуж, живет в его шикарном доме, у них есть естественно машина, и у них в доме, они живут под Дели, у них есть слуги, то есть один слуга готовит кушать, другой слуга стирает одежду, третий слуга убирается в доме, она просто вот родила ребенка, занимается ребенком, у нее в гороскопе написано, что у нее будут слуги, вот, понимаете, и вот в гороскопе Мерлин Монро, Шани попадает в четвертый дом, это, конечно, не очень хорошее положение, потому что, опять же, это дом семьи, дом семейной кармы, дом матери, дом семьи, дом, скажем так, вот этого внутреннего мира человека, в четвертом доме, да, мы смотрим, будет ли человек счастлив в семейной жизни, и так далее, вот, и здесь он в весах, то есть экзальтация, но при этом, опять же, формирует вот эту шашию. И если бы он действительно в гороскопе у Мерлин был в этом знаке, то жизнь Мерлин была бы легче, чем она была. Во-первых, она бы родилась бы достаточно в зажиточной бы семье, потому что это семейное, тоже родовое имущество, это дом недвижимости, транспортных средств, и при таком положении человек рождается, и его мама, этого человека, может быть, из богатой семьи, то есть у них может быть какое-либо родовое имущество, там, земли, квартиры, там, машины и так далее. Но, как мы знаем, Мерлин родилась не в богатой семье, и мама ее была очень несчастна, еще с психологическими проблемами. И Мерлин, да, и мама ее там рожала одну, отец исчез, у мамы, мама была бедная, скажем, тогда не было никакого особого имущества, настолько, что она даже не могла содержать Мерлин, да, и когда Мерлин был один год, она уже ее отдала там в какую-то семью, как в приют. То есть, тоже, видите, вот эта информация, она тоже уже не подтверждается в этом неправильном гороскопе. Она не подтверждается. И вот меня удивляет, когда люди делают гороскоп Мерлин, говорят, вот гороскоп, и говорят, и там что-то начинают говорить, вот она известна. То есть, они говорят те факты, что говорят все. Ну, по факту посмотреть, что дает вот такое положение, да, шане в экзальтации, то есть, в хорошем своем положении в четвертом доме. То есть, человек должен был как бы родиться в более зажиточной семье, то есть, ну, машина, квартира бы была. А как мы знаем, у Мерлин, получается, не было как таковой семьи, да, мать ее отдала в год, и она там переходила из семьи в семью по разным приютам. Своего жилья у нее не было. Она свое жилье купила уже перед самой смертью. Понимаете? У нее не было своего жилья. У Мерлин. Она свою уже, собственный дом, да, она купила уже практически перед самой смертью. Понимаете? Тоже уже не подтверждается, что это ее гороскоп. А астрологи вот строят и начинают там те факты, которые всем известны, притягивать к гороскопу. И ты понимаешь, что люди вообще не видят гороскопа, потому что он даже неправильный. Понимаете, да, девочки? Вот. Также, вот, да, управитель Лагны, асцендента, да, если он рак, если бы точно было, да, управитель Чандрадеп, он попадает в седьмой дом. Седьмой дом – это дом партнерских отношений. И такое положение, когда управитель первого в седьмом, говорит о том, что человек для человека привязан к отношениям. Ему важны отношения. Он будет стараться как-то реализовываться в этих отношениях. То есть ему это очень-очень важно. Естественно, Чандрадеп тут не очень хорошо себя чувствует. Да, чувствует. И это могло дать, что отношения были бы болезненные, там, ну и так далее. Плюс такое положение, поскольку тут знак Козерога в седьмом доме, да, а Козерог у нас – это Сатурн, и он в четвертом доме, то это говорит о том, что человек может своего партнера найти в том месте, где он родился, в том месте, где он родился, где он жил. Жил. Понимаете? И вот этим его браку, да, могла поспособствовать мама. То есть, допустим, мама знакомит какого-то мужчину со своей дочерью, да, и у них там брачные отношения. И такое положение показывает, что человеку важны отношения. Он привязан, партнер старше по возрасту, партнер пришел еще с прошлого плащения, да, что у них были незавершенные отношения с прошлого плащения, партнер старше по возрасту, сильный такой, да, который бы мог поспособствовать, да, приобретению жилья. То бишь, здесь показано, что как только человек, тут такая йога есть, да, которая говорит о том, что как только бы Мерлин вышла замуж, она первый раз вышла замуж в 16 лет, то сразу же после свадьбы там у них бы могло появиться собственное жилье, причем хорошее. Ну, насколько я знаю, этого не было. То есть, да, она в 16 лет вышла замуж, человек был не настолько старше ее, там они там, да, и мама не способствовала этому браку, потому что мамы на тот момент рядом вообще не было. И после брака, он там продлился всего лишь год, никакого получения жилья у них не было. Тоже, видите, несостыковочка. Понимаете? И когда такое положение, как правило, брак длится долго, не один-два года. Когда Шани участвует в брачных делах, то браки, как правило, долгие. Ну, если нет других каких-то там показаний, понимаете? Ну, каких-то других разрушающих факторов. Здесь, поскольку Шани, он все-таки такой в экзальтации, там много силы, брак бы был более долговечный, после брака могла быть приобретена недвижимость. Этот брак, да, мог быть организован ее матерью. Вот. То есть, каким-то образом мама могла способствовать. Ну, ничего этого не подтверждается девочке. Правильно? Мама не способствовала выходу замуж. Мамы на тот момент не было. Прожили они мало. Счастья там не было вообще никакого. Вот. И, соответственно, у нее не было привязанности. Насколько я знаю, первого мужа она выскочила, потому что хотела уйти от своих приемных родителей. Вот. Она его не любила. А при такой комбинации, когда управитель первого, в седьмом человек любит. Любит, привязан, ему отношения важны. А она выскочила просто ради корыстных целей. То есть, просто чтобы уже избавиться от этих приемных родителей. Ну, 16 лет уже вроде бы как можно, да, там, и так далее. После брака они не покупали никакой недвижимости с мужем. Там они прожили, там, кое-как, там, год или полтора и развелись. Да, она там начала уже, будучи в первом браке, да, там, начала делать вот эти свои порно, голые, да, фотографии. Там что-то 19 лет было первое фото. И все, и муж заревновал, и все, они там расстались. То есть, видите, опять несостыковочка. Понимаете, гороскоп, это наша карма, здесь записана карма. И астролог, он знает, что вот такое положение говорит об этом, такое положение говорит об этом. И когда ты говоришь человеку, а вы по любви вышли замуж, потому что здесь должно быть, она говорит, нет. А после брака вы купили недвижимость, там, как-то, или подарили, или купили, должна быть хорошая недвижимость. Нет. Уже понятно, значит, гороскоп не тот. Значит, не тот гороскоп, потому что, если гороскоп правильный, если человек, честно отвечает на вопросы, не врет, то то, что написано в гороскопе, должно быть и в жизни человека. То, что есть в жизни человека, должно быть как-то отображаться в гороскопе. Понимаете, девчата? Вот какая ситуация. То есть, уже не состыковочка в этом гороскопе. Следующий, какой у нас тут тоже есть момент. То есть, вот смотрите, она принимала, да, всякие таблетки, там, и алкоголь, и наркотики, и т.д. и т.п. Если брать от, от лагны, от лагны, от первого дома, второй дом, да, второй дом, это дом пищи, то есть, пища, еда, то есть, то, что мы через рот потребляем, еда, питье и так далее. Здесь знак льва, да, попадает знак льва и курирует этот дом, то есть, хозяин этого дома солнца, Сурья Деф, он находится где? Он находится в 11 доме. В 11 доме. Видите, он находится в 11 доме. А вот, вместе с Меркурием. Ну, солнышко не очень хорошо, конечно, в знаке тельца себя чувствует, но и не так уж плохо, чтобы спиваться и наркоманить. Вы понимаете? То есть, чтобы спиваться и наркоманить, нужны более серьезные показатели, факторы. Если мы смотрим только вот так, да, вот, управитель второго, Сурья, он здесь, вместе с Меркурием. то есть, прям, чтобы человек спивался-спивался, наркоманил-наркоманил, ну, это, ну, не совсем та ситуация, понимаете, да? Если мы посмотрим от Сурьи на вторую бхаву, да, вот, от Сурья Лагны, от, то есть, Сурья Лагна, да, мы посмотрим, то и это второй дом, то тут Раху. Вот здесь уже можно подумать, ну, и вообще так оно, да, часто бывает, что человек будет склонен курить, употреблять какие-то наркотики и так далее. Но это от Сурьи Лагны. Но Сурья Лагна, она рассматривается, даже когда неизвестно время рождения. Здесь время рождения известно. Я нашла, она родилась в Лос-Анджелесе 1-го, 6-го, 26-го года в 9.30 утра. Якобы на бирочке мама, то есть я копалась, искала данные вот так, понимаете? Вот. Потом смотрим, опять же, что мы можем посмотреть. Ну, то есть видите, вот такие несостыковки. вот. Если брать ее карьеру, опять же, 10-й дом, тут Шукра. Кажется, ну, Шукра, она же, да, карака, там, песни, пляски, там, да, вот это вот все. да, но Шукра тут, да, она расположена, в 10-й дом она попадает, но куратор 10-го дома, да, он мангал, под аспектом гуру. и вот эта ее карьера, вот это, когда она первый раз сделала фото, да, и уже пошло, поехало, вот эта ее карьера, она началась у нее, вперед гуру, да, то есть гуру начал влиять на хозяина 10-го дома, и ее карьера поехала. Ну, хозяин 10-го мангал, а он здесь в знаке водолея. Водолей это, ну, карьера какая была, она же, можно сказать, была построена на вот этом сексуальном образе, правильно? То есть там, если бы не было вот этого сексуального образа, там, ну, карьера бы и не сложилась, потому что, ну, много красивых женщин, но не все же согласны там раздеваться, фотографироваться голыми и так далее, да, то есть мангал, куратор 10-го дома, вверх, знак овна, знак овна, ну, он не дает профессии, там, прям уж, связанные с театром, кино и так далее, то есть знак овна, там все-таки мангал, хозяин, да, он дает профессии, связанные там полиция, милиция, там, строительство, какой-то бизнес и так далее, то есть это мужской знак, да, то есть даже не женский знак, то есть, соответственно, профессия должна была быть какая-то мужская, там, металлург, тракторист, там, машины, механизмы какие-то, да, военный, полицейский, там, ну, вот что-то такое, да, спортсмен, допустим, или там, ну, там, учитель по физкультуре, там, ну, вот что-нибудь такое, спорт, полиция, милиция и так далее, да, сам знак Овна, и управитель Манга, он водолеет, ну, тоже знак такой, не особо сексуальный, скажем так, вот, и Мангл водолеет себя плохо чувствует, это дом врага, ну, и он попадает под энергию гуру, то есть, соответственно, предположить, что профессия могла быть бы и связана, вот действительно, как учитель по, там, по физкультуре, потому что гуру, он всегда дает профессии, там, лекции, занятия какие-то, то есть, преподавание каких-то знаний, там, юриспруденция и так далее, то есть, это могла быть, допустим, карьера, там, ну, да, юриста, или, там, учитель по физкультуре, понимаете, да, или, там, адвокат-прокурор, ну, вот что-то такое, вот, поэтому, Венера здесь, она в знаке Овна, она чувствует себя, не прям уж хорошо, да, ну, так, нейтральненько, нейтральненько, понимаете, ну, этого, опять же, мало для того, чтобы быть, вот такой вот, кинодивой, да, и чтобы карьера была, вот, такая карьера на сексе, построенная и так далее, и то, надо сказать, что на тот период, да, она и не была прям, ну, что прям, ну, да, критики говорят, что она прям не суперталантливая была актриса, прям вот талант, талантище, она выезжала на своей сексуальности, в то время это был такой, знаете, сексуальная революция, пошло разрушение вот этих всех семейных традиций, да, то есть мало кто из женщин соглашался вообще голой там, участвовать в этих фотосессиях, ну, а ей, видать, в силу ее кармы некуда было деваться, да, мужа не любит, денег нету, вот, молодая, красивая, подзаработать, я помню, там, я вот смотрела тоже что-то там за фотосъемку одну, там, ей платили всего лишь там что-то 5 долларов, то есть, ну, понимаете, да, то есть, вот, и опять же, да, вот 11, то есть уже не тоже, ну, не совсем состыковочка, да, и вот смотрите, 11 дом, дом всех доходов, дом всех доходов, да, вот тут Сурия и Меркурий, и Куратор, скажем так, в 10 доме, Сурия слабенько себя чувствует, Меркурий более-менее, нормально в знаке друга, ну, Шукра, как управитель 10, тоже слабенько, скажем так, вот, Мангал из 8 дает аспект на 2 дом, то есть, и по этой карте можно сказать, что человек-то, в общем-то, не особо богатый, да, и там, чтобы много как-то сильно зарабатывал, вот, особенно до того, как пошел период Гуру в гороскопе, вы понимаете, и да, поначалу, да, вот эти ее гонорары, там, 5 долларов за фотосъемку, конечно, это, ну, маленькие деньги, да, но потом быстренько ей начали платить, там, 50 долларов, за фотосъемку, но по тем временам 50 долларов, ну, были, в общем-то, нормальные деньги, ну, то есть, скажем так, гороскоп, не совсем ее, скажем так, ну, вообще не ее, потому что Лагна другая, вот эти все моменты, они не, ну, как не состыковываются с ее, кармой, скажем так, понимаете, и самый тоже важный момент, когда период Гуру закончился, и начался большой период Шани, Махадаша Шани, а Махадаша Шани у нее начался 13 июня 61 года, начался Махадаша Шани, и когда ей было там, ну, около уже 35 лет, и надо сказать, что 36 лет, это возраст созревания, Шани, то есть, тоже такой переломный возраст в судьбе человека в 36 лет, и смотрите, у нее начался период Шани, и казалось бы, Шани-то в этом гороскопе благополучно себя чувствует, ну, он, уча себя чувствует, то есть, человек, по идее, в период Шани должен работать, да, работы должно быть много, он в период Шани мог приобретать бы, да, там, хорошую, классную недвижимость, дорогую, машины, стать каким-то очень значимым человеком в том месте, где он живет, ну, как минимум, там, начальником каким-то, и так далее, она была начальником? Нет. Она построила там свои дома, квартиры? Там нет. у нее была машина, там, своя личная, нет. Понимаете? Более того, как только начался период Шани, у нее началась вообще сильнейшая депрессуха и так далее, и она в начале уже периода Шани просто умерла. Понимаете? То есть просто умерла. хотя в период, когда планета в своей силе находится, да, у человека, как правило, жизнь, она более лучше становится, даже если это Шани. Да, проблемки могут быть, но в целом, как бы, материальная жизнь, она была бы лучше. А она умирает на этот период. Тоже, да, не состыковка. Вот. Да, Шани в четвертом доме дает проблемы с матерью и проблемную мать. Ну, когда Шани лучше, а эта мать нормальная, да, она строгая, она любит дисциплину, она там дисциплинирует и так далее, но мама есть, и мама, ну, адекватная, нормальная, строгая, хорошая. Понимаете? Ну, с мамой были большие проблемы. И у самой мамы, и их отношения были очень проблемные. Понимаете, да? То есть, видите, как много несостыковок, вот так вот по факту. А люди говорят, да, это вот городской Мерлин Монро. Ну, вот я с этим не согласна, потому что он не соответствует. Ну, мы не все рассмотрели, если будем все рассматривать, это еще на час, да, а надо же показать правильный гороскоп. Ну, вот так вот чуть-чуть мы пробежались, понимаете, да? Ну, и плюс, если брать накшатры в этом гороскопе. какие накшатры? Ну, тоже тут такие накшатры у нее, которые не дают ей кармы, которая говорила бы о том, что она будет известна и популярна и вращаться в высоких слоях общества. и уж тем более знать лично президента. То есть, в этом гороскопе нет накшатр, которые бы говорили об этом. А накшатры, они показывают еще более глубокую карму, чем грахи, которые стоят вот в домах. Сейчас мы когда будем смотреть ее правильный гороскоп, вы поймете, о чем я веду речь. Поняли, да, девчата? Так что, вот так вот, пойдете к астрологу, он построит на обычной программке вам гороскоп, и он даже и не знает, что эта программа неправильная, будет вам что-то рассказывать, то все, притягивать за уши, вы там будете, ну да, может быть так оно и есть, а может быть так, а на самом деле не так и так далее. Ну, и уж тем более, такой астролог вам не даст важных рекомендаций для вашей жизни, важных каких-то ритуалов, там обрядов, методик, процедур для изменения кармы. Ну, что какая бы карма ни была, с ней можно работать, и нужно работать, мы для этого рождаемся на земле, чтобы поработать со своей кармой, улучшить ее, изменить в лучшую сторону, а иначе, пока мы это все не отработаем, не пройдем, она будет у нас повторяться, и в этом воплощении, и в следующем. А теперь я вам покажу правильный гороскоп, сейчас пока лежала тут чуть-чуть, это у меня, сейчас я просто это черкаю, так, два, три, четыре, пять, теперь я вам покажу правильный гороскоп, так, видите, я просто руками держала, немножко смазалась у меня тут, так, это знак близнецов, телец, так, стрелец, так, стрелец, так, что вот такие дела, девчата, надеюсь, вам это видео понравится, я первый раз, можно сказать, делаю такое видео, ну, я там чуть-чуть раньше делала, там какие-то видео астрологические, ну, девчата, такие видео делать сложно, потому что, видите, когда я просто сижу, сижу, крашусь, да, и говорю то, что мне там что-то на ум пришло, или вопрос задал, оно легче, ты сидишь, крашишься, было, а вот сейчас я сижу, мне надо держать вот эту доску с гороскопом, да, надо включать мост, то есть это как работа, то есть ты интеллектуально работаешь, да, у меня даже уже язык пересох, то есть, понимаете, ты как, это тоже как на консультации, то есть мне надо полностью как бы выкладываться, там и так далее, и так далее, поэтому такие видео я делала, ну, вы знаете, редко, ой, простите, ну, чтоб немножко промочить, ну, сейчас вот обещала же делать, ну, и дальше тоже планирую, такие видео делать, а то получается, я всегда говорю, я астролог, я астролог, а с ума сажусь, крашусь, да, я там тоже говорю интересно, интересные вещи в своих видео, нужные, полезные и так далее, такие, да, ну, чуть-чуть хочу, вот как астролог тоже, видео поделать, потому что, ну, как говорится, работать надо, да, это моя основная деятельность, все 24 года, 24 год я консультирую, и работаю только в этой сфере, другой работы у меня нету, как говорится, скажу честно, да, работать надо, денежки зарабатывать надо, ну, и плюс, как говорится, может кто ищет хорошего, честного, адекватного астролога, да, и может быть найдет меня, и я буду рада сотрудничеству с вами, вот, поэтому кто захочет, девочки, на консультацию, в инфобоксе под видео, у меня есть мой ватсап, вы можете туда писать, спрашивать о консультации, сколько стоит, да, писать, ну, и там я уже вам отвечу, и дальше уже там я вам скажу, сколько стоит, какие данные нужно для построения гороскопа, где проходит консультация, ну, заранее скажу, она либо в скайпе проходит, либо также вот по видео, ватсапе, или где там вам удобно, ну, в основном ватсап, скайп, вот, то есть их уже там договариваться о консультации, и с вами работать, если вы этого хотите, если зрители, которые сейчас меня смотрят, вам просто понравится это видео, и вы захотите поддержать меня, мой канал, то в инфобоксе есть номера моих банковских карточек для ваших благодарных донейшенов, для ваших донатиков, чтобы у меня тоже был, ну, как говорится, чтобы я не в холостую тоже работала, да, вот я сейчас это, чтобы могла хотя бы хлебушка там себе купить, да, и молочка, и, скажем так, ну, взаимообмен, да, какие-то знания я вам даю, вам интересно, ну, то есть понимаете, да, чтобы был взаимообмен, и когда вы меня поддерживаете, во-первых, мне приятно, я понимаю, что я сейчас работаю, да, как говорится, ну, мы все хотим, хотим получать, да, плоды от своей работы, не буду кривить душой, да, я правду говорю, вот, поэтому это правильно, да, когда, идет какая-то благодарность, и если вы в знак своей благодарности за это видео, вы захотите поддержать меня, мой канал, то тоже там есть карточки моих банков, можете туда, сколько вы хотите, да, сделать зачисление денежек, чтобы между нами был тоже такой сохранен баланс, вот, так, ну, теперь правильный гороскоп, на старт, внимание, марш, и те девочки, которые вы смотрели, ну, неправильный гороскоп, если вы его записали, да, на тетрадочку себе, или зрительно запомнили, теперь посмотрите, как выглядит реальный гороскоп, Марилин Монро, вы увидите, как много здесь поменялось, как много здесь поменялось, во-первых, поменялась лагна, это знак льва, вот, как раз таки лев, он хочет быть, да, в центре внимания, он хочет блистать, я лев, я царь, я король, королева, да, и Мерлин любила это внимание, поэтому не хотела сидеть дома, да, и обслуживать своих, там, троих мужей, скажем так, то есть она, и плюс своим таким фривольным поведением, она абсолютно нарушала, да, вот эти традиции, традиции, и вообще поведение женщины в обществе, а львы, тем более, если у них тамагуна, если они шудры по своей природе, им плевать, что нарушать, они будут раздеваться, что угодно делать, лишь бы привлечь к себе внимание, и стать известными, лев, и надо сказать, что в данном гороскопе, лагна, да, попадает в знак льва, и в нагшатру магха, в нагшатру магха попадает, а магха, если она проявлена в гороскопе, это говорит о том, что человек будет известен, он будет на троне, он будет как царь, как царица, да, он будет один, он будет одинок, но у него будет свой трон, и, скажем так, в то время, и даже сейчас, у Мерлин, скажем так, есть свой трон, то есть она царица, да, в какой-то степени королева, она заняла вот это, свою трон, ну да, она заняла вот этот, свой, свой трон, она заняла, и настолько, что даже до сих пор, мало кто из актрис, с ней сравнится, да, и, ну вот я даже по себе знаю, вот если там поставят, там, всех, там, 100, 100 последних лет актрис, вот меня тоже больше всего, все равно Мерлин привлекает, плюс ее вот эта грива, вот эти волнистые волосы, рост волос у нее, видели рост волос, у нее рост волос, как такая галочка, вот когда галочка, это тоже показывает, что лагна попадает в огненный знак, в огненный знак попадает, я много встречала людей, у которых знак льва, или огненный знак восходящий, и у них волосы растут вот такой галочкой, вы понимаете, вот, поэтому знак льва, ну, подходит, и плюс Накшатра Макха, насколько я знаю, у Мадонны тоже Макха проявлена, у нее там, по-моему, солнце стоит, или еще что-то, то есть у людей, у которых проявлена Макха, то есть Макха дает какой-то статус в жизни, по итогу, неважно, бедный человек, богатый, но он, у него будет какой-то статус, это статусная Накшатра, это Накшатра, которая дает известность, это Накшатра, которая рано или поздно человеку даст его трон, чтобы он чувствовал себя царем, понимаете, да, вот, она, у нее, в Лагну попадает. Ну, и, пойдем так дальше, да, и вот Шани, первый дом Лагна, первый дом, второй, третий, четвертый, и здесь Шани тоже попадает в четвертый дом, но в знак Скорпиона, уже знак такой, да, проблемный, ну, естественно, он в Акро, то есть там он был, да, в неправильном гороскопе, он был в знаке экзальтации, а здесь он в знаке Скорпиона, в знаке Скорпиона Шани, Сатурн, он чувствует себя очень плохо, это дом его врага, сам знак Скорпиона, это знак прарабдха кармы, то есть это очень проблемный знак, и он попадает в четвертый дом, что уже говорит о том, что родовая карма по матери Мерлин и у самой Мерлин очень-очень проблемная, которая тянется уже ни одно воплощение, и эти проблемы никто не решал, поэтому мама сама Мерлин была неблагополучной, и у нее в итоге там всякие проблемы были, психологического характера, шизофрения и так далее, и эта же родовая карма по материнской линии настигла и Мерлин, да, как мы знаем, Мерлин страдала депрессиями, внутри глубоко она была несчастна, и естественно это все заливалось алкоголем, наркотиками, тусовками, там и т.д. и т.п. Детство, да, с недвижимостью проблемы, вот когда такое положение, да, шани в четвертом и вот так вот в таком знаке очень, ну, плохом для себя, это проблемы с недвижимостью, поэтому уже с детства, опять же, да, мама ее отдала скитаться там по разным приютам, по разным семьям, каким-то приемным и т.д., и у Мерлин до 35 лет не было своего жилья, понимаете, не было своего жилья, она скиталась и выходила замуж только, чтобы где-то жить, где-то там, чтобы кто-то ее кормил, там и т.д., и т.д., понимаете, и плюс управитель четвертого дома, дома недвижимости, да, он находится в этом гороскопе, где? В восьмом доме, тоже дом прарабдха кармы, понимаете, это ситуация с прошлого воплощения, она не решалась, вот, в восьмом бхаве, и это мангл, и мангл тоже себя плохо чувствует, управитель четвертого, в восьмом, потеря матери, ну, можно сказать, матери как таково не было, ну, так, да, то есть, ну, в год она же отдала Мерлин, и когда она отдала Мерлин, в год у Мерлин шел период Махадаша Раху, а Раху здесь, в двенадцатом доме, и в знак Рак попадает, для Раху, знак Рака, это проблемный тоже знак, и двенадцатый дом, это психбольницы, это тюрьмы, это психбольницы, это детские дома, приюты и так далее, и вот, когда Мерлин была год, мама ее уже отдала в приют, а у нее как раз шел большой период Раху, и вот пока этот период Раху был, у Мерлин там где-то лет до девятнадцати, до восемнадцати, у нее шел этот период Раху, она, да, поменяла много семей, которые брали ее, ну, приюты поменяла, семьи поменяла, в каких-то семьях, я слышала, уже приемные отцы к Мерлин домогались, когда ей там было семь лет, девять лет, то есть, ну, как-то домогались, короче, до нее, она уже получала психологические травмы, знак Раху, естественно, это душевное состояние человека, да, это четвертый дом Калапуруши, можно так сказать, а он тут попадает в ее гороскопе в двенадцатый, и там Раху, естественно, это говорит о том, что в этом приюте или в тех семьях, где она была, она действительно могла получать какие-то вот такие раханутые, такую раханутую карму, да, где ее могли обманывать, где-то как-то психологически насиловать, и она была травмирована, понимаете, да, она была травмирована, вот, и, вот, Мимита, да, и потом, когда уже ей там, по-моему, 19-20 лет исполнился, начался большой период Гуру, Гуру у нас расположен в восьмом доме вместе с Мангалом, понимаете, и вот, ну, Гуру, даже если он не очень сильно расположен, но, тем не менее, Гуру есть Гуру, да, он как-то защищает человека, и карма более такая позитивная становится, ну, и также надо сказать, что Гуру – это карака мужей в женском гороскопе, карака мужа, карака детей, карака благосостояния, ну, здесь, и Гуру, здесь находится, у нее, получается, так, семь, восемь, он расположен в восьмом доме, но в знаке рыб, в знаке рыб, то бишь, в своем знаке, то есть, он здесь, в своем доме, в своем знаке, соответственно, достаточно силен, вот, и период Гуру как раз-таки дал ей возможность аж три раза выйти замуж, один муж был, там, какой-то киномеханик, ну, разные механизмы, это Мангал, и тут Гуру с Мангалом, да, чем мог муж заниматься, да, один муж был у нее спортсмен, Мангал, это тоже спортсмен, плюс он был высокого роста, да, там, баскетболист, гуру дает высокий рост, вот, и, соответственно, эти мужья, как-то ее там кормили, содержали, потому что, по-первых, заработки у Мерлин были, ну, скажем так, не очень большие, да, вот, ну, что, когда Раху Кету, ось 12.6, естественно, она была транжирой, то есть, даже если она хорошо зарабатывала, она тратила много, девочки, траты какие-то, то есть, там, траты, потери, плюс ее обманывали, недоплачивали, и такое положение, оно как раз-таки тоже говорит об этом, что будут обманывать, недоплачивать, и в итоге она будет терять, вот, ну, шел большой период Гуру, у Гуру сильный, и он дал ей вот эти все съемки, знакомства там с разными людьми, с высокопоставленными, да, Гуру, и эти люди, которых представляет Гуру, во-первых, это были и мужья, и другие люди, которые имели какой-то статус в обществе, какой-то власти, благодаря им, да, она как-то держалась, скажем так, на плаву и так далее, и, естественно, Гуру в восьмом доме, такое положение говорит о том, что когда у человека будет наступать, кризисная ситуация, он будет получать помощь, это как некое благословение, тоже с прошлых воплощений, что вот когда кризисная ситуация, человеку будут приходить на помощь, когда вот Гуру в восьмом доме, скажем так, да, на латинском, но здесь Гуру сильный, поэтому помощь будет, поэтому, да, мужья ее как-то вытаскивали, там, то-се, и так далее, вот, что опять же мы здесь можем видеть, да, вот ее вот эти зависимости, скажем так, зависимости, вот, надо сказать, что она была очень дружелюбным человеком, Сурья в данном гороскопе у нас попадает в знак близнецов, и тут сильный Меркурий, вот, да, то есть, она достаточно была таким дружелюбным, общительным человеком, правильно же, есть такое, есть, вот, вот как раз ее карьера попадает в знак Тельца, видите, вот Телец, и здесь у нас экзальтирует, в знаке Тельца, в Халапуруша экзальтирует Луна, и Шукраде, то бишь, Венера, она хозяин этого дома, и вот когда Телец, и там Венера, и Чандра, да, ну, в Халапуруша они там, и, соответственно, да, знак Тельца, то есть, он влияет на карьеру данного человека, это говорит о том, что у человека будет карьера как раз таки, венерианского типа, то есть, это художник, певец, актер, музыкант, танцор, понимаете, и в Тельце, Чандра, она же, там, в экзальтации Луна, это дает известность, если Чандра находится в одиннадцатом доме, или в десятом доме, или в седьмом, человек будет известен, популярным, здесь, в гороскопе, Чандра, она попадает в седьмой дом, и в знак Водолея, а Водолей, это одиннадцатая, да, пхава, опять же, в Калапуруши, поэтому, в общем-то, общество, популярность у него была и есть, да, ну, сколько еще продержится, непонятно, но, тем не менее, и смотрите, Чандра, это мана с человека, его ум, и так далее, в знаке Водолея, это тоже дружелюбный знак, и плюс, это знак всех доходов человека, то есть, она жила такой жизнью, естественно, она хотела, да, больших доходов, и так далее, и хотела, сознательно, или бессознательно, вот этой шикарной, роскошной жизни, и надо сказать, что Чандра, здесь, в этом гороскопе, в Водолее, и попадает в Накшатру Дхаништха, Дхаништха, это тоже статусная Накшатра, эта Накшатра дает статус в обществе определенный, дает богатых, зажиточных, известных друзей, вот, но эта Накшатра крайне неблагоприятна для семейной жизни, разводы обеспечены, тут и помимо этой Накшатры, есть указания на разводы, да, ну, уже этого положения достаточно, чтобы семейная жизнь была очень тяжелой, и привела к разводам, но при этом, Накшатра Дхаништха, она способствует, ну, это статусная Накшатра, и она дает определенный статус в обществе, дает известность, там популярность статусных каких-то друзей, там, влиятельных, которые помогают данному человеку, ну, и это было в жизни, да, Мерлин, ей помогали, там, режиссеры, и то, и сё, и даже президенты, там, как-то участвовали в её жизни, так что, вот, подтверждается, подтверждается, одна Накшатра, Макха, которая дает популярность и свой трон, и она до сих, несмотря на то, что Мерлин умерла, она сидит на этом троне своём, правильно, вот, известность до сих пор, Чандра в Накшатре, то есть, две Накшатры у человека проявлены, которые дают, вот, эту известность, статусность и так далее, вот, кстати, у Ольги Бузовой тоже, Чандра стоит, в Адалее, и в Накшатре, Тхаништха, у Ольги Бузовой тоже, она там родилась, хрен знает где, была обычной девочкой, но при этом, имеет свой статус, имеет, вот, также, вот, Мангал, да, Мангал в Восьмом Доме, дает аспект на Второй Дом, это уже формирует, Куджа Дошу, есть такое понятие, в ведической астрологии, такая йога, Куджа Доша, проблема с Мангалом, такое положение, это одно из, да, одно из шести положений, у неё такая комбинация, вот, и тут Куджа Доша, смотрите, как она формируется, она формируется, самим Мангалом, да, он дает аспект, стоит в Восьмом, и дает на Второй Дом, аспект, вот, и плюс, от Чандра, Лагны, Мангал, стоит во Втором Доме, Второй Дом показывает, как человек себя чувствует в семье, как он будет в семье себя чувствовать, там, какие эмоции, там Мангалом, естественно, он будет плохо себя чувствовать, да, ссоры, скандалы, конфликты и так далее, и получается, двойная, от Шукры, Карака, брака, да, он стоит в 12-м доме, ещё одна Куджа Доша, то есть тут, как минимум, три Куджа Доши вырисовываются, что говорит Куджа Доша, если она есть в гороскопе, она говорит о том, что человек всегда, в жизненных обстоятельствах каких-то, будет в итоге оказываться жертвой, у него разрушатся абсолютно все его отношения, вот, и его ждёт одинокая старость, ну, если доживёт до старости, до старости она не дожила, вот, все отношения её разрушались, да, она была глубоко несчастна и так далее, вот, спорят, была ли всё-таки любовь с президентом, или не была. Венера, карака любви, любви романтики, расположена где в этом гороскопе, в правильном, в девятом доме. Девятый дом – это государство, это наш президент, это наш директор, это наш отец, отец, понимаете, вот, то есть, этот дом курирует вот этих, вот этих личностей, живые показатели этого дома, то есть, в целом государство и сам президент. Президент, наш директор, скажем так, да, наш отец, это девятая Абхава, и здесь расположена шукра. Как вы думаете, был роман с президентом, или хотя бы там планировалось что-то романтическое? Конечно. Плюс управитель, да, десятого дома, шукра, она стоит в девятом. Это говорит о том, что благодаря своей карьере, да, человек может познакомиться с вот этими людьми, даже с президентом. Ну, естественно, да, могут завязаться романтические, сексуальные отношения. Плюс, опять же, да, вот смотрите, какого плана карьера? Телец, это уже, да, знак, где Венера себя хорошо чувствует, и это знак вот таких, ну, скажем так, людей, которые вот, ну, любят красивые вещи, любят покушать, выпить, да, закусить, и в плане профессии, да, они могут выбирать вот такие профессии венерианского плана, то есть, как я уже сказала, художники, певцы, музыканты, и так далее. И хозяин десятого, он в девятом, в знаке овна, там курирует мангл, и когда шукра в овне, да, или когда мангл, допустим, в тельце, то эти люди, у них, они такие, знаете, ну, они сексуальны по своей природе, скажем так, у них вот эта сексуальная энергия, она бурлит, скажем так, так, то есть, шукра в овне, это один из показателей сексуальности, и вот в своей профессии, да, шукра в знаке овна, она использовала эту сексуальность, и она пыталась, да, и заигрывать, и пыталась там, как-то, шуры-муры, играть с этим президентом, даже вот эта ее песня, да, где она вышла практически в таком облегающем платье, и пела песню для президента, вот это, happy birthday, мистер президент, вот это, пупи-пиду, понимаете, вот это, happy birthday, мистер, то есть, она вот прям голос такой сексуальный сделала, вот это платье, то есть, ну, да, чтобы он ее заметил, обратил внимание, ну, у них там были же какие-то моменты, и так далее, понимаете, да, вот, поэтому, как вы можете видеть, вот в этом гороскопе, как раз-таки, совпадения, да, на лицо, вот, так, это у нас 11 дом, 11, вот тут, видите, девчата, не очень удобно держать эту доску, да, то я два раза 11, это, в этом гороскопе, да, 11 дом, туда попадает и Сурья, и Меркурий в очень сильном положении, и, в общем-то, она получала, да, чем дальше, она получала достаточно хорошие деньги за свои там гонорары, вот, да, одиннадцатый дом, дом всех доходов, вот, доходы от, опять же, государственных структур, от мужчин, поскольку тут Сурья, ну, и, соответственно, благодаря вот этим всем ролям своим, да, потому что в ролях человек же говорит, вот, через речь, да, через речь, и, опять же, смотрите, Сурья и Меркурий, он стоит в знак близнеца, знак близнецов, это знак очень сексуальный, на санскрите знак близнецов, он звучит как митхуна, а точнее сказать майтхуна, а что такое майтхуна, это тантрический секс, девчата, то есть, это очень сексуальный знак, и близнецы, они вот всегда стремятся к партнерству, там, к сексу, там, и так далее, ну, особенно, как говорится, и даже на первом свидании, вот если так сказать, и получается, да, как бы через что, благодаря чему человек будет получать какие-то доходы, прибыли, там, подарки и так далее, да, 11 дом, дом всех доходов, естественно, от мужчин, от мужчин, обладающих властью, да, и что в знакомствах у человека будут такие мужчины, и плюсы, да, через свою речь, вот эту сексуальную, да, через свою дружелюбность, с Меркурий, то есть, ну, актерское мастерство, да, там, она же говорит какие-то слова и так далее, то есть, через речь, через дружбу, то есть, вот эти там подарки и так далее, вот, но все равно, в силу того, что ее часто обманывали, и дали ее работодатели, да, а это Раху и Кету, ось 12.6, то есть, ей обещались одни конорары, это вот тоже я услышала, видела в видео, да, ей обещались одни конорары, по итогу выплачивались другие, и только потом, с возрастом, когда она там уже повзрослела, и уже поняла, что ее там кидают, ну, как-то гонорары там увеличились, вот, 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 ну, у нее тут достаточно такая, денежная йога, управитель 2-го Меркурия в 11-м, это хорошо, вот, для заработка денег, но опять же, она была немножко такая, видите, ну, наркоманила, пила, и деньги уходили, опять же, там, на вот это все, плюс ее обманывали, кидали, использовали, на ней зарабатывали, то есть, вот на ней зарабатывали просто миллиарды, а сама она получала так не особо много, а почему обманывали, а почему был обман Раху-Кету 8-12-6, долги потери, понимаете, шестой дом, дом вражды, долгов, и, как следствие, Раху-12-м, большие потери, вот, поэтому, как вы можете видеть, вот этот гороскоп, он соответствует, да, и Мерлина, и ее психотипу, и каким-то событиям в жизни, да, с мамой, вот, опять же, Шани, да, вот, карма по матери, тем более, тут родовая карма, тут Матру Доша, очень, очень негативная Матру Доша в гороскопе, и вот этот Шани, скажем так, медленно, но верно, убивал ее мать, да, ее здоровье, мать, ну, а впоследствии, ну, то есть родовая карма по матери, которая транслировалась через маму, ну, и потом добрался до Мерлин, и когда, смотрите, вот, был период Гуру, да, и вот все 16 лет, Мерлин, скажем так, блистала, да, вот, а потом, в 13 июня 61 года, включился Махадаша, большой период Шани на 19 лет, в 61 году он включился, а уже в августе 62 года она умерла, понимаете, и вот буквально там, да, за полтора года там до смерти, да, я смотрела в каком-то видео, она, да, приобрела себе какой-то там особняк, но последний год, как раз таки, когда Шани начался, у нее началась страшнейшая депрессия, Шани дает депрессию, тем более в таком положении, естественно, эта депрессия была вызвана, естественно, вот этой не отработанной родовой кармой, и этот Шани медленно, но верно ее убивал, да, тем более Шани, в данном гороскопе, это Карака 6 и 7 дома, 6 дом, естественно, дом каких-то там ссор, скандалов, да, дом болезней, но здесь однозначно, болезнь унаследовала, как не, она унаследовала от матери, ну, конечно, управитель 6 в 4, но эта болезнь, она психологического характера, то есть физически, она, в общем-то, была здорова, и также Шани, курирует 7 пхаву, это Мара Кастхана, дом смерти, наряду с другими домами, ведической традицией, астрологии, дома смерти, это 2-й, 7-й, 8-й, то есть 7-й дом, и также это дом партнерства, и у нее начали, в последний год, да, она уже опять была разведена, в очередной раз, она осталась одна, Шани дает одиночество, она сидела в этом своем доме, и просто там каждый день бухала, травилась наркотиками, да, у нее, то есть ее уже перестали там, приглашать на работу, потому что она была уже в невменяемом состоянии, вот, и все, и то есть год, год вот этого периода Шани сложнейшего, да, вот это все, и человек просто умер, ну, и также, да, спорят, ну, какая смерть была, насильственная, ненасильственная, и так далее, вы знаете, девчата, насилие тут могло быть, тут знаете как, вот смотрите, Мангл, да, Мангл, тоже 8-й дом, дом смерти, показывает, какой, какой смертью умрет человек, во-первых, Мангл, да, это огнестрельное оружие, Мангл, это колющие и режущие предметы, игла, даже вот игла, это тоже Мангл, понимаете, и когда Мангл в 8-м доме, или в Мара Кастхане, да, то это говорит о том, что какое-либо насилие могло быть, или человек умер, благодаря там, ну, поранился, или там, от иглы, там, да, допустим, то есть, насилие, ну, могло быть, Шани, Карака Смерти, тоже он в Скорпионе, тоже такой знак достаточно насильственный, Кету в знаке Козерога, как Карака Смерти, курирует Шани, но здесь гуру, здесь гуру, здесь у нас гуру, причем в сильной позиции, да, я думаю, что гуру все-таки защитил ее от насильственной смерти, ну, прямо такого прямого насилия-то не было, ну, чтобы кто-то пробрался в доме и ее убил, да, такого не было, гуру, он Карака 5-го дома, как мы знаем, да, у нее не было детей, а гуру, как Карака 5-го дома, дома детей в 8-м доме, когда управитель 5-го в 8-м, это потеря детей, и вместе с Мангалом, Мангал дает выкидыши, аборты, не было детей у нее, управитель 5-го, гуру, он вроде бы силен, но сейчас Кали-Юга и сильные грахи, благожелательные, они в Кали-Югу выдают только 25% хорошей кармы, понимаете, поэтому, когда вы видите гуру в своем гороскопе, ой, у меня гуру сильный, там все будет супер, девочки, этот гуру в Кали-Югу выдает вам только 25% позитивной кармы, поэтому особо не радуйтесь, или там Шукра хорошо расположена, она в Кали-Югу выдает только 25% позитивной кармы, понимаете, в Кали-Югу, как я уже сказала, нету 100% белой кармы, а вот Малефики зловредные, скажем так, да, ну как зловредные планеты, планеты не зловредные, они показывают карму, которую мы будем отгребать, вот Шани, Мангал, в Кали-Югу, они дают 175% негативной кармы, понимаете, поэтому Гуру здесь, как управитель 5-го в 8-м, видите, даже его силы здесь не хватило, да, и она не родила, и рядом Мангал, Мангал дает выкидыши, аборты и так далее, понимаете, да, плюс знак льва это знак, вот когда восходит лагна льва, это тоже уже показатель того, что у человека будут проблемы с детьми, ну что, знак льва в Кала-Пуруши, да, это же пятый дом, дом детей, дом творчества, дом сознания человека, когда вы видите восходящего льва, сто процентов будут проблемы с детьми, и в лучшем случае, в лучшем случае один ребенок, ну у нее случай худший, поэтому там, по-моему, одна беременность, по-моему, у нее была, насколько я слышала, и эта беременность вот закончилась выкидышем управитель 5-го в 8-м, 8-й дом, дом смерти, то есть, поэтому даже если бы этого выкидыша не было, если бы ребенок этот, да, она родила, с ним бы все равно были проблемы, потому что Мангал, это Малефик, да, папа Граха, она выдает плохую карму, то есть, поэтому, поэтому вот так, девчата, плюс, смотрите, Мангал курирует 9-ю пхаву, да, это государство и президент, и вот смотрите, хозяин 9-го дома, то есть, хозяин президента, а на тот момент, да, президент был Джон Кеннеди, то есть, Джона Кеннеди курирует как раз-таки этот Мангал, Мангал курирует, да, и он в 8-м, в 8-м пхаве у нее, то есть, в 8-м доме, то есть, получается, что вот эта связь, да, президента и дома смерти, я думаю, что вот эта связь, тем более, это как раз было, да, накануне ее смерти, вот эта связь с президентом, она могла повлиять на то, что ее в конечном счете убило, то есть, как я вижу, предполагаю, прямого насилия, что люди президента пришли, ее убили, нет, этого я не вижу, я думаю, что благодаря президенту, благодаря общению с ним, он, скорее всего, был разозлен на нее, да, что она провоцирует на всех людях, на вот эти романтические отношения, да, при всем народе пришла в этом платье, начала там петь ему эту сексуальную песню Happy Birthday вместе с президентом, ну, всем понятно, что закручивается роман или уже закрутился, для президента это, ну, не лучшая репутация, и он мог как-то либо сам звонить, либо дать людям, да, своим людям, дать указания, чтобы они как-то ее прижали, скажем так, ну, напугали, зашантажировали, что ты так не делай, потому что будут проблемы, да то да сё, и, то есть, оказывали, скажем так, больше психологическое агрессивное воздействие на нее, благодаря которому, а почему психологическому, потому что Мангл еще при этом курирует вот ее душевное состояние, понимаете, и она умерла дома, то есть, смотрите, управитель четвертого в восьмом в доме смерти, где человек умрет, дома умрет, первый показатель, второй показатель, управитель седьмого, тоже как дома смерти, Шани, тут в четвертом доме, она дома умерла, то есть, ее нашли дома, понимаете, вот два показателя, что человек умрет дома, и смерть, ну, ну, явно душевные страдания, Очень сильные, жуткие страдания просто, что там уже, наверное, никакие дозы слабенькие, там алкоголя, наркотиков ей не помогали, понимаете. То есть она умерла дома и как раз в период, когда вот Шани период начался. То есть она с Шани периодом смогла прожить только год. И вот этот год последний, она как раз-таки очень уже душевно болела, страдала уже, очень много употребляла наркоты, алкоголя, все в куче смешивала. То есть ну просто уже не могла даже ходить на съемки, на работу, то есть там просто уже. И она вот пребывала в своем этом доме одна и, естественно, скорее всего, как я так полагаю, на нее было оказано от лиц государства, скажем так, да, какие-то запугивания, там то-се, как бы, ну, чтобы она не позорила президента. И она тоже на этой почве тоже могла, как бы, сильно депрессировать. Почему на этой почве? А Шани также, карака же, отношений, понимаете. Вот у нее начался большой период Шани, пошла карма, связанная с отношениями, понимаете. А на тот период уже отношения с кем? Ну, с президентом, понимаете. С президентом. Так, семь, восемь. Там уже до президента дело дошло. Ну, скорее всего, могло у них там что-то быть, там же еще брат был, что-то такое. Но они там что-то ссорились, потому что, ну, Мерлин, наверное, хотела всем показывать, что вот посмотрите, какая я крутая, а львы это любят, да. У меня тут президент. А президенту это не надо было. Он женатый человек, да, там у него там это... Жена его, Жаклин Кеннеди, понимаете. И, скорее всего, вот в этот последний год они... Она депрессовала по этому поводу. Ну, а депрессии были, конечно, сильнейшие. И она просто вот очень усиленно, так сказать, принимала все, что можно, только и нельзя. И в конечном итоге просто вот передозировка. Понимаете, да? Надо сказать, вот даже... Вот смотрите, опять же, наркотики. Сурья и Меркурий. У нее очень сильна еще Сурья Лагна. И от Сурьи Лагны во втором доме Раху стоит. Раху. И при этом этот Раху, он в знаке Рака чувствует себя плохо. А Раху, Кету, они курируют галлюциногены всевозможные. Наркотики, алкоголь. Это курируется Раху. Понимаете, да? Поэтому здесь вот прям тоже Сурья Лагна очень хорошо работает. Она показывает, что человек, да, будет склонен к употреблению разных интоксикаций. Вот. Очень склонен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. От Сурья Лагны Шани в шестом доме в знаке Скорпиона. Шестой дом болезни. Да, и знак Скорпиона такой же сексуальный знак. И это знак также репродуктивной системы. Это говорит о том, что у человека... Почему даже один из показателей, почему не было детей. Там были проблемы кармические, опять же, еще с прошлого воплощения, по репродуктивной системе. То есть она долго не могла зачинать детей. Потом все-таки зачала, ребенок абортировался. Скорпион. Это репродуктивная система. Да, седьмой. Вот, Лагны, стрелец, гуру. Все-таки в сильном позиции, да. Она выходила замуж, не была одна. И вот гуру, как карака, да, мужей. Вот мангл рядом. Один был спортсмен, это мангл. Другой там что-то с этими механизмами, какой-то механик. Это тоже мангл. Третий у него, там тоже что-то такое было. Так, это семь, восемь. Смотрите, какая интересная ситуация. От Сурья Лагны в восьмом доме стоит Кету в Козероге. В восьмом доме стоит Кету в Козероге. Да еще под аспектом Шани. Понимаете? И получается, период Махадаша Шани начался, да. Аспект начал влиять на Дом Смерти. Во-первых, человек умер, и тут Кету. А Кету о чем говорит? Что будет загадка ее смерти. Кету дает нам загадки. То, что неясно, то, что непонятно, то, что скрыто. То, что невозможно разгадать там столетиями. То есть, в ее смерти будет загадка, будет тайна. Ну и также Кету, это, как я уже сказала, Араху Кету, это карака. Ну, всяких наркотических вещей. Понимаете? Ну, здесь прям вот четко. Вот Сурьи, да, что до сих пор гадают. Сама умерла, не сама умерла. Что случилось? Поэтому, когда Кету в восьмом доме, девчата, это всегда странная смерть, непонятная смерть. То есть, смерть даст какие-то загадки, и их невозможно разгадать. То есть, это тайна, покрытая мраком. Поэтому, вот, сложно даже определить. Но у меня есть догадка, да, что это наркотики. Это, во-первых, ну, что даже вот Мара Кастхана, да, вот. Восьмой дом, Кету. А здесь вот Сурьи второй дом. Второй дом, это же тоже Мара Кастхана. И Кету, как карака, смерти в восьмом. Здесь однозначно, вот здесь однозначно смерть от наркотиков. От алкоголя, передозировки и так далее. Однозначно от наркотиков. Смерть будет тайной еще тысячелетия. Вот. Прямого насилия тут все-таки прям, ну уж я не вижу прям прямого насилия. Здесь насилие больше такое психологическое. То есть, ей могли звонить, где-то угрожать, там, шантажировать, там, слышь, ты, давай там президента не позорь, а то мы там закроем тебе быстрород, да то да сё. Ну, представляете, когда женщина там, может быть, и влюблена была в этого, да, президента особо по всему влюблена. Может, даже были там пару раз какие-то флирты, встречи там сексуальные и так далее. Скорее всего, это было. А потом, ну, то есть, он, грубо говоря, её взял, поимел и, скажем так, бросил и сказал, всё, я тебя не знаю, знать не хочу. А для женщины, ну, сами понимаете, да, она-то тут думала, поймала президента себе, а он там, я женат, у меня тут моя тут, это, Жаклин, давай, пошла вон, больше мне там на день рождения петь не надо. Естественно, женщина стрессовала. У неё-то и так так очень проблем по личной жизни. И тут такая незадача. Поэтому, девчата, вот правильный гороскоп, и здесь всё соответствует. Особенно то, что тайная смерть, вообще никто не может понять, что с ней там. Одни предположения до сих пор. То, что был роман с президентом, ну, тоже, Венера в девятом доме. Такое положение даже в нашей жизни говорит о том, что если человек пойдёт на работу, у него с начальником могут завязаться сексуальные отношения. А здесь Венера Вовна. Ну, конечно, секс был. Романтика, вот, секс был. Это однозначно. Вот. Это однозначно. Понимаете, да? Даже в наше время, я говорю, если у девушки, допустим, в гороскопе будет такое положение, сто процентов у неё завяжется роман с её директором. Ну, а там дальше уже по гороскопу надо смотреть, во что это выльется. В проблемы какие-то. Или всё-таки он на ней женится, да, и у них всё будет хорошо. Здесь, кстати, вот, да, вот этот мангал и гуру, они в восьмом доме. Восьмой дом – это дом сексуальности, секса. Когда этот дом проявлен, а он достаточно силён, это говорит о том, что у человека будет очень большой запас сексуальной энергии. Поэтому у неё там любой взгляд, любое движение головы, оно всё пропитано вот этой энергией. Поэтому люди на неё… А, что такое сексуальная энергия? Это жизненная энергия от человека, да. Когда её много, на неё залипают. То есть хочется смотреть на этого человека, побыть с ним, вот, да, вот как вот. Поэтому от неё и мужики тащились, и бабы тащатся, копируют её образ, то всё. То есть, понимаешь, сама по себе сексуальная энергия, она же нейтральна, да, но в таком гороскопе, естественно, её много. Поэтому вот эта вся её жизнь, там, с детства её там пытались эти приёмные папы там трогать, то да сё. В юности, когда гуру включился, а гуру в восьмом доме, вообще пошла вот эта секси-энергия, да. Ещё там мангал тоже как карака энергии и куратор. Ну, то есть, вот этого всего, да, и опять же, куратор девятого дома, вот, и управитель десятого шукра в девятом, тоже в таком знаке энергичном, да, овентом, мангалом. В общем, девчата, в период гуру вот это хлынуло, да, в её карме вот эта энергия, вот, и она на ней, скажем так, шла и делала вот эту карьеру. Оно шло само собой. Она же там больших усилий-то не предполагала, ну, не делала, да, то есть оно как шло, так и шло. Всё, что ей надо было, играть глупенькую дурочку, раздеваться, то есть по-большому. Ну, то есть вот эту сексуальность свою проявлять, и вся карма этому способствовала, потому что шёл период график, который курирует, так, 7-8, да, который курирует, вот, да, вот эту, ну, восьмой дом сексуальную энергию. Вот, а потом, когда Шани начался, всё, этой энергии нету, президент её не хочет, отношения не складываются, у неё депрессуха, смысла жизни нету, на работу она, Шани карака работает в таком положении, да, силы работать нету, на съёмки она опаздывает, приходит в пьянёчем, да, там, опьянённом состоянии, как бы. Вот, одно на другое накладывается, и всё, и человек просто не рассчитал дозу, ну, что, понимаете, когда психологическое состояние очень плохое, и депрессия настолько сильнейшая, и так далее, хотя причина всей, естественно, карма, и родовая карма, да, особенно, ну, что здесь родовая карма, естественно, по материнскому роду, очень такая, вот, ну, и по отцовскому тоже. Управитель девятого в восьмом потере отца, да, непонятно там, кто отец. А, вот. Карака, опять же, смерти, да, Шани начал свой период, период очень, ну, Шани очень плохо себя чувствует, вот. Поэтому там период под период соответствующие включились, и всё. Но, опять же, что хочу сказать, если бы этот человек, да, вот Мерлин, да, если бы она работала с родовой кармой, особенно по линии матери, этого могло бы не случиться. И пришёл бы период Шани, да, он бы, может быть, этот период был не особо там богатый, или так далее, ну, по крайней мере, она бы к этому периоду пришла не алкоголичкой, не наркоманкой, да, и... Да, были бы, может быть, там, какие-то трудности, там, какие-то с заработками и так далее, но человек всё равно бы жил. У нас у всех есть трудности, неважно, кто мы, звёзды, не звёзды, у нас приходят периоды, и у нас у всех есть трудности. Но вопрос в том, как мы с ними справляемся. А чтобы справляться, естественно, нужно иметь соответствующее знание, надо делать, да, вот эти коррекционные всякие методы, процедуры, то есть надо делать все процедуры на изменение кармы. И, как я всегда повторяюсь, особенно надо работать со своей родовой. Потому что если родовая у нас в порядке, мы тоже будем в порядке, она нас всегда будет защищать, оберегать, помогать. Здесь с родовой проблемой, особенно по материнской линии, особенно по материнской. по отцовской тоже есть, вот, по отцовской, конечно, тоже есть, но меньше. Потому что здесь и по её матери проблемы, и по её бабушке проблемы, по бабушке, вот, раз, два, три, четыре. По линии отца, по матери отца, то есть по линии отца тоже есть, но линия отца, именно его тоже женская ветка, тоже большие проблемы, потому что там рахуки, это тоже задействовано. Ну, в общем, девчата, тут если там дальше копаться, это ещё можно на час на два видео писать. Поняли, да? Поэтому вот я выполнила своё обещание. Обещание, вот, скажем так, неправильный, ой, тут уже всё стёрлось пальцами, ну, короче, в начале видео. Неправильный гороскоп, Мэрилин, который не подтверждает какие-то вещи. И вот правильный гороскоп, девчата. В правильной системе, в древнейшей, в которой изначально вообще надо строить гороскоп. А здесь всё подтверждается и родовая, и смерть, и время смерти, ну, что, периоды там, накшатры, ну, что здесь в этом гороскопе две накшатры, которые дают статусность. Понимаете? А вот. Гуру, кстати, здесь стоит в накшатре Шатабхиша. Шатабхиша переводится с санскрита как сто докторов, сто врачей, сто целителей. И, надо сказать, она же обращалась как раз вперёд гуру, она обращалась к разным докторам, вот этим психологам, так скажем, психотерапевтам. И именно они ей и подсовывали вот эти всякие психотропы, чтобы как-то с её якобы вот этой депрессией там бороться и так далее. Депрессию вылечить невозможно. Депрессия – это стопроцентный показатель плохой родовой кармы. И надо с кармой работать, тогда депрессии не будет. И бухать не надо будет, понимаете? И они вот, она обращалась же много к докторам. И когда такая карма, да, вот, это накшатра проявлена, то это говорит о том, либо сам человек будет доктором и настолько хорошим, что заменит сто докторов. Либо же у человека будут такие события в жизни, связанные там со здоровьем, психологическим, физическим, и ему придётся обращаться к ста докторам, и они ему всё равно не помогут. Но здесь гуру, почему не помогут? Да, гуру вроде бы в рыбах, сильный, да, но он в восьмом доме, в доме прарабдха кармы, это уже портит показания гуру. И гуру под аспектом в йоге с мангала находится, а мангала в рыбах, ну, он такой себе, ну, нейтральный, но, то есть он поражает, скажем так, да, бьёт по гуру, скажем так, тоже уменьшает его благостность, понимаете, да? Вот, поэтому даже ста докторов ей не помогли. Вот. Что? Куда? Улица? Ну, может быть, пойдём. Сейчас я закончу, потому что я видео делаю. Супруг спрашивает, пойдём гулять или нет. Вот. Ну, вот так вот, девчата, уже два с лишним часа, я много говорила, что ты там пришёл, будешь здоровато, я себе сделала фон, что. А ничего. Я просто показывала это, гороскопы, Мерлин Монро, знаешь такую актрису, Мерлин Монро? Нет. В Индии не знают, кто такая? Может быть, я не знаю. Не знаешь, кто такая Мерлин Монро? Мерлин, Мерлин Монро, блондинка такая, она давно была, это, кеппи. Когда я, может быть, я её не помню, и когда лицо смотрю, и когда фото, и так смотрю. Ну, сейчас в Ютубе много гуляет её видео. Она раньше жила, это ещё 50 лет, там, 70-50 лет назад, это Ретро, который это... Ну, вот я просто показывала её гороскоп, и это... Вот так. Ну, тоже, кстати, вот у Индии, да, у них там Ашвария Рай, самая такая красивая, популярная женщина. Ну, тоже, кстати, вот Ашвария Рай мне тоже нравится. Я её считаю очень красивой женщиной, очень красивой. Может, даже больше, чем Мерлин. Но при этом тоже она, кстати, не особо счастлива в своих отношениях Ашвария Рай. Вот, кстати, тоже надо найти её гороскоп и рассмотреть гороскоп Ашвария Рай. Вот. Там и с нынешним супругом у неё проблемы, и там куча у неё тоже была каких-то похождений, и она там спала с режиссёрами, чтобы эти роли получать. Хотя с виду, ну, ангел, ангел, да ещё с такой небесной красотой. Она была, это, скандал, через Сальман Кхан. Ну, и там и Сальман Кхал её по морде бил. Кхан Кхан. Кхан, когда они там были в отношениях. Поэтому вот, девчата, лишние показания тому, что если вы красивая, это не гарантия, что вы вообще выйдете замуж, и тем более выйдете успешно замуж, и всю жизнь будете счастливы в браке. Как говорится, не родись красивой, а родись хорошей кармой. Вот так. Ладненькая девчата, я, честно сказать, подустала, потому что видео и для Бусти писала, и сейчас два часа, скажем так, отработала. Поэтому, дорогие друзья, кому понравилось видео, пожалуйста, поддерживайте мой канал донатиками. Это будет меня стимулировать. Я на эти денюжки буду покупать молочко, хлебушек. Я не пью, не курю, так что ваши денюжки пойдут на поддержание благостных вещей, то есть на поддержание этих знаний божественных и так далее. Ссылочки на мои каналы, на Бусти, где будут уже видео. Сегодня я их загружу, можете заходить. И кому нужны будут эти видео с этими процедурами, как я уже сказала, я там дала процедуру на решение проблем с ногами, процедура на важные встречи, чтобы эти встречи хорошо проходили у вас, и процедура на то, как определить, есть ли на вас в реальном времени, в этой жизни, есть ли какое-либо магическое черное воздействие. Можете сами проверить. Даже не нужно ходить где-то гадать, потому что если пойдете, большая вероятность, что вас обманут, и скажут, да, там негатив есть, порча есть, давай снимать, давай чистить. Ну и там вам прайс большой. А так вы возьмете это знание и всю жизнь будете применять. Единственная просьба, если вы купили, да, это видео, посмотрели, взяли это знание, другим людям его не передавать. Знание надо передавать согласно традиции. То есть если вы берете знание, вот у астролога, да, то надо, как говорится, честно за него заплатить и самому пользоваться. То бишь нельзя знание передавать бесплатно. То есть если вы купили это видео, допустим, да, взяли это знание, а потом там позвонили своей подружке и сказали, ой, Люська, слушай, я тут у одной тут купила там процедуру, там с ногами проблемы решают, на тебе тоже. Что тебе платить, вот я тебе подружески дам. Девчата, вот этого делать нельзя, потому что, во-первых, это авторское правонарушение, плюс это неправильная передача вот этих ведических тантрических знаний. То есть если вы так делаете, то у вас образуется гуру-шапа, то есть проклятие гуру. А гуру в женском гороскопе, да, это благосостояние, это дети, это муж. И получение дальнейших знаний, ну и вообще получение, да, знаний. И плюс это карака разума, разумности разума. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш разум был в порядке, то бишь не было деменции там и так далее, да, и чтобы не нарабатывалась вот эта карма и не формировалась проклятие гуру, шапа санскрита переводится как проклятие, да, грубо говоря. А вот, чтобы это не нарабатывалось, то этого вот так знания передавать нельзя по-дружески, потому что добрыми намерениями дорога в ад. И ад будет и у вас, и у этого человека. Поэтому вы можете посоветовать мой канал, посоветовать мой канал, YouTube или Буси, сказать, вот там есть женщина-астролог, она вот это дает, вот это вот. То есть если тебе надо, вот пойди и купи, понимаете. А если вы там, ой, подружески, там вот я там взяла видео, сейчас подружке дам, у нее проблемы с ногами, да что она будет платить за это видео. Девочки, так нельзя, понимаете, так нельзя. Добрыми намерениями дорога в ад. Это идет нарушение Дакшина-гуру, это идет нарушение традиций, а за нарушение этих правил будут проблемы. И это проблема формирования гуру-шапа. И на это воплощение, и на следующее. А отрабатывать эти проблемы, эти проклятия, потом очень тяжело. Потом опять придется вам идти к гуру, если хорошего найдете. Но если гуру-шапа уже у вас будет, вряд ли вы потом найдете хорошего астролога, или там человека, который даст вам эти знания, вы, как правило, нарветесь на какого-нибудь прохиндея, там, шарлатана и так далее. Понимаете? Почему вот многие люди, они вроде бы хотят к астрологу и ходят к астрологу, но к хорошему попасть не могут. А потому что у них в гороскопе есть шапы или доши, связанные с гуру. То есть гуру Чандала-йога, или гуру Нича в гороскопе в падении, или там проклятие, гуру шапа есть. Ты смотришь в гороскоп, человек говорит, я вот там три года не мог до вас дойти, то-се. Я говорю, ну и сейчас пришли тоже, как-то оскорбительно себя ведете. И ты смотришь в гороскоп, а у него там гуру Нича в проклятиях весь, там, понимаете, все там доши собрал и так далее. Поэтому, девчата, не надо портить карму себе и другим, не надо нарушать традицию передачи знаний. А вот я тоже за эти знания платила, на собственной шкуре их прошла, да, сама применяю и так далее, и так далее. И, естественно, могу, поскольку у меня это профессия, я могу их давать. Поняли, да? Поэтому не вредите ни себе, ни другим. Вот. Это как раз вот о тех видео, которые сейчас вот появятся уже сегодня, завтра. Ну, я надеюсь, сегодня у меня будет время появиться на Boosty. Поэтому, девочки, подписывайтесь на канал Zen. Там тоже видео дублируется, чтобы не потеряться. Потому что YouTube, непонятно, как он будет, что он будет. вот на Zen подписывайтесь и подписывайтесь на Boosty. И уже там тоже оформляйте платные подписки, если вам что-то хочется такое сакральное узнавать. И, естественно, разовая оплата на вот эти видео уже с процедурами для решения каких-либо кармических там разных проблем. Вот. Такие разные способы. На данный момент я сегодня вот три уже записала. Сегодня вот я их выложу. А вот, повторюсь, это на проблемы с ногами вот поможет вам решать определение, есть ли на вас негативное там магическое воздействие в реальной жизни. Потому что, если оно было у вас в прошлой жизни, то это уже будет видно в гороскопе. Вот. Кстати, у Мерлина в гороскопе есть вот это как раз-таки черное негативное влияние с прошлых жизней, которое передается еще по материнской линии. То есть, там была прошлая негативная карма с человеком, который на данное воплощение, да, стал ее матерью. И там у них были такие, ну, почему и такие отношения, и вообще такая карма с матерью. Там вот как раз-таки есть показания вот этого, ну, что-то в прошлом на друг друга там, да, магию делал черную, а потом вот на это воплощение вот такая карма у нее с матерью, и вот эти бесконечные депрессии, и такая ужасная смерть от алкоголя, наркоты и так далее. Поэтому, ну, это, я говорю, прошлое, это в гороскопе посмотреть. А на данный момент, чтобы узнать, да, кто на вас там делает, что-то не делает, вот, вот, тоже такой простенький, легенький, дала вам там рецепт, процедуру. Поэтому заходите на Бусти, покупайте, там я цену выставлю сколько, покупайте, оплачивайте, и себе в тетрадочку. но это только для вас, для вашего пользования, нигде передавать не надо. Ну, я имею в виду, там, подружкам, знакомым, там, или там еще где-то, там, понимаете, знание, оно имеет свою цену, и его надо правильно передавать, чтобы потом не наделать себе плохой кармы. Все, дорогие друзья, до новых встреч в эфире. Всем пока-пока. Пока-пока.